Добрый вечер! Какие события происходили в Англии? Ну, скажем так, с начала нашей эры. Когда-то Англия была римской и кельтской. После этого сюда приходят германские племена англов, саксов, ютов и многих других. Заселяют Англию. Здесь случаются совершенно темные века, по которым был отдельный стрим. Альфред Великий, Офа и все остальное, Мерсия и, в общем, все эти прекрасные события. Потом приходят викинги. Начинается эпоха викингов. Викинги селятся на востоке Англии. Складывается англосаксонская уже такая культура, достаточно самобытная, со своим языком, узнаваемая культура и всем остальным. Заканчивается это все, по крайней мере, англосаксонские короли, заканчиваются у нас в 1066 году. Правда, что куртуазная культура пришла из Южной Франции и Катаров. Для куртуазной культуры есть более четкие предпосылки. Католическая церковь всем сказала, муж, у него есть жена, и это хорошо, и так и должно быть. При этом много жен нельзя, ничего нельзя. Естественно, так как жена только одна, то точно не ради любви ее будут брать. Ну, по крайней мере, такие семейства крупные. Понятное дело, что это ценный актив. И жену надо брать за совершенно другие качества. За плодовитость, за то, кто у нее папа, какой за ней преданной идет. Жена это для твоей карьеры, политики, продолжения рода и всего остального. А любви-то хочется. И поэтому рождается куртуазная любовь. То есть, в данную эпоху, если у нашего правителя, как бы мы ни говорили, там, любил свою Изабель, любил свою кого-нибудь еще. Да, конечно, любил, только при этом у него было 35 бастардов. Ну, потому что в эту эпоху, если у человека нет кучи любовниц вне брака, имеется в виду, конечно, мы сейчас говорим про элитарную культуру, про всяких герцогов, графьев, королей и так далее, то это было плохо. Это считалось, что он soft sword, да, он мягкий меч, не совсем полон жизненной энергии, а раз у него, значит, с этим не получается, то, скорее всего, у него не получится и с управлением, и со всем остальным. Поэтому, если у него нет, значит, кучи любовниц, то, скорее всего, он просто нездоров. А это явно плохой признак. Поэтому, даже как бы ты не любил свою жену, ты просто вынужден, не для себя, для людей, ты вынужден идти и, как бы, покорять. Ну, потому что, ну, извини, извини, Валя, извини, меня пацаны не поймут, если я, как бы, не пойду и не заделаю себе, там, с десяток бастардов. Англосаксы Уэльс так и не покорили, по-хорошему, за время своего владычества на континенте. Но это всё заканчивается, когда в 1066 году приходит Вильгельм Завоеватель. Ну, если мы говорим на древнеанглийском, то он Вильгельм Зигехирзуминт. Ну, по-французски это Гийом Ле Конкера. Чего-то среднего у нас получилось как раз среднеанглийское Уильям Ле Конкера. Да, в обсуждаемую эпоху у нас, конечно же, жутчайше изменится английский язык. Он будет просто изнасилован, ну, или обласкан французским, латынью. Действительно, это был выдающийся год. Мы его касались всё-таки на другом стриме, если захочется подробнее, всегда можете его посмотреть. Такой вот интересный год, который одновременно, с одной стороны, закончил эпоху викингов, потому что была разбита последняя мощная армия Гарольда Сурового, Харальда Хардрада. Сначала англосаксы разбили, всё-таки, наконец-то, справились с викингами в битве при Стэнфорд-Бридже. И потом сами же огребли от континентальной армии нормандцев. Это уже была армия новой формации. Это были новые, улучшенные викинги, которые поселились в Нормандии в IX веке. И вот за 200 лет они офранцузились, они научились кататься верхом, строить замки и воевать, в общем, как порядочные люди, а не как разбойники с лодки. Но при этом сохранили, в общем-то, свои воинские традиции. И это получилась адская смесь, потому что Англию они, в общем-то, завоёвывают достаточно быстро. Поэтому в 1066 году приходят совершенно новое знать. Они все, конечно же, французы. Они все говорят по-французски. Они, знаете, не знают английского, древнеанглийского. Поэтому они в каком-то смысле ещё и зависят от местных. То есть, с одной стороны, в верхних кругах, у нас никто не говорит по-английски, и говорить, в общем-то, не будет довольно долго. С другой стороны, такая ситуация, что на местах, где-то в низовом управлении страной, в общем-то, английский остаётся, потому что знать его не знает. А как управлять страной, если ты не знаешь языка? Приходится полагаться. И, в общем-то, для Вильяма, который является, он вассал, вообще-то, французского короля формально, и для него родина и настоящая его страна находится в Нормандии, во Франции, в Руане. Вот это его родина. А Англия – это его приз. Это завоевание. Он покорил, он смог наконец-то достичь. И для него Англия – это хорошее приобретение. Поэтому, когда он её завоёвывает, он себе возвращается нормально на континент и продолжает воевать. На этом обычно принято перескакивать. Мол, покорил и покорил. И всё. И никаких проблем у него с тех пор не было. Вот, кстати, Вильям. Ну, опять же, наша любимая рубрика. Вильям в представлении эпической истории. И Вильям в представлении современника. Но, как только он уплывает во Францию, вообще-то в Англии поднимается восстание. Достаточно много лордов восстаёт. И не хотят видеть здесь нормандцев. И воспринимают их в штыки. И вот тут, уже после 1066-го, и на самом деле это затянется до 1075-го года, Вильяму придётся периодически заезжать всё-таки в Англию с армиями. Проводить то, что называется «Hairion of the North». То есть, разорять просто север. Потому что на севере его особо не принимают. Ему приходится местами просто напрочь выжигать какие-то старые центры большие. Очень сильно. Много чего он просто уничтожает. Он приходит и уничтожает целые поселения. Целые маннеры. Целые замки. Сравнивает с землёй. И так далее. И вот в этот момент действительно куча англосаксонской знати бежит на север. Вот, собственно, его походы по умиротворению. Действительно куча знати бежит на север. В Шотландию. Где они окажут значительное влияние вообще на шотландскую политику. Тут же начинают писать хроники. В этот же момент у нас появляется наконец-то в английских источниках у нас появляется нормальная история. В смысле, описанная как рассказ. А не просто хроника типа «Год такой-то, событие такое-то». Наконец-то у нас появляется рассказ. Мол, этот человек решил пойти туда с объяснением причин, зачем, что он хотел, в чём суть претензий, в чём суть разборок. Норманы, которые сюда пришли, они, конечно же, создают огромный приток элиты с континента. То есть, всякие духовные элиты, они становятся французские. И всякие лорды, те, кто там не подымал восстание, а сразу согласился, те, конечно, остаются на своих местах. Но во многом приходят и лорды из Франции, которые вместе с ним завоёвывали его, так сказать, пирс, друзья, которые у нас пэрами называются в истории. Это, в общем, те товарищи Вильгельма, с которыми они тут всё завоёвывали. И тут появляется первая интересная проблема Англии. Ведь, смотрите, нам нужно впихнуть вот в эту Англию и старую знать, и новую знать. Поэтому куча земель переделяется, кучу земель приходится заново делить, для того, чтобы всем раздать кусочки земель по всей стране. А это значит, что уже куча знати будет владеть гораздо меньшими. То есть, как во Франции, такой жести не будет. Что вот есть гигантская Аквиталия, и она принадлежит одному человеку. Есть гигантская Нормандия, и она принадлежит одному человеку. Такие вот сплошные земли, которые принадлежат кому-то, и у какого-нибудь отдельного барона земель и армии больше, чем у короля. Это нормальная ситуация для Франции в это время. В Англии так и не получается. В Англии всем дают кусочки, и по всей стране. Англосаксонская знать какая-то осталась, какая-то уехала. То есть, часть старой знати была, безусловно, инкорпорирована. Да, они начинают подражать этому французскому образу жизни. Мы видим, что тут же появляются, по именам видно, что тут же у них, даже у старой англосаксонской знати, все наследники как на подбор. Роберы, Роберты, Уильямы, Генри, Анри французский. А где же, а где же нормальные, понятные англосаксонские Хродульф, Вульфрик, Зигберт? Где это все? Вот они куда-то пропадают все-таки со временем. Хотя некоторые переживут там, в основном из-за, то есть имена королей действительно переживут. Там Эдвард, Освальд, они там как-то останутся. Подумал ли Вильгейм завоевывать всю Британию, а не только Англию? Безусловно. Потому что как только он приходит в Англию, он тут же понимает, что, ребята, а что у вас тут не так? Почему у вас какие-то кельты еще безумные бегают? На севере там эти овец пасут, какие-то шотландцы. Что у вас вообще происходит? И чуть ли не первое, что он делает, это он основывает два как бы новых центра. Это Честер. Честер, в общем-то, повелевает начать кампанию по захвату Уэльса. И Честер это будет такой центр всех антиуэльских походов на следующие, в общем, 200 лет. И второй центр, это Дернам. Это на севере, возле Шотландии. Тоже он создает специально. Там строятся очень серьезные укрепления. Это уже даже непростые. То есть это же как раз мы, ну, представьте, мы в 11 веке. Это как раз люди поняли, что вот замки надо строить. Собственно, это потомки викингов. Они первые поняли, что против викингов надо строить укрепления, которые контролируют область. Вот вокруг 25 миль контролируют, значит, укрепления. Там простенький замок контролируют местность. И вот надо вот ими как блокпостами все застраивать. И, в общем-то, с этой технологией они приходят в Англию. Как раз это переход уже от деревянных Мот и Бейли к нормальным замкам. И вот Честер, Дернам, это уже такие, уже замки, как мы привыкли. Каменные, со стенами, там донжончик обязательно. По периметру какая-нибудь стеночка. В общем, все как полагается. Как вообще эту Англию можно использовать? Как из нее хорошенько выжать все соки? Надо всех посчитать. Создается эпичнейший проект. Учета всего населения. Книга судного дня. Дом с дай бог. В которой, вот представьте, у нас на дворе 11 век. 70-е годы. А у нас по всей Англии разъезжаются специальные инспекции от нормандцев. Которые начинают все фиксировать. Кто ты? Как долго там владеешь землей? А вот это у вас свободные крестьяне или не свободные? А вот это кто? А вот это что делал? Так, земля сколько стоит? Почем продаете, если продаете? Вот они фиксируют. Количество населения. Примерно они в Англии в этот момент насчитали около 2 миллионов. Чуть больше. Между 2 и 2,5 миллионами. Описывают какие и где традиции. Как наследуется земля. Как ведется учет. Как ведутся сборы. Более того, уже на тот момент они знают, что из-за всех этих завоеваний цены изменились. И стоимость земли сильно упала. И они записывают несколько дат. Они записывают, значит, сколько земля стоит сейчас на момент переписи, сколько земля стоила в 1066 году и сколько земля стоила при Эдуарде Исповеднике. То есть, они фиксируют во времени, как изменяются цены на землю, чтобы понимать, где вообще здесь у вас в Англии ценная земля. Может быть, какая-то даже выросла в цене за это время. То есть, уже появляется понимание, что как-то с этим можно работать, как-то это все можно интересно эксплуатировать. Все инспектора, то есть, вся власть говорит по-французски, все местные говорят по-английски. Как им сойтись? Латынь. Конечно, латынь. И поэтому все большие документы этого времени, все, что нужно, все создается на латыни. А это, кстати говоря, серьезно подталкивает вообще изучение латыни. Все-таки это язык на тот момент уже давно мертвый. Его надо изучать по книжкам. А значит, чтобы его изучать, надо нормально писать, читать. А значит, надо идти учиться в какие-то монастырские всякие школы и все остальное. Создаются специальные такие периши для этого. То есть, до этого были только большие какие-то соборы, которые, ну, не соборы, просто церкви, которые со всей округи собирали из всех деревень. Там, раз в неделю, в лучшем случае, люди придут, там, помолятся, соберутся и все. А сейчас уже даже иногда на одну деревеньку появляется вот периш, такая штука, маленький приход, в котором можно отдать мальчика, чтобы он там тоже сидел, учился, переписывал и там чего-нибудь создавал. И Англия ведь очень неоднородная, понимаешь, тут же надо понимать, что если ты приходишь в зону свободного этого самого, ну, в зону датского права, где со времен викингов жила куча датчан, например, то у них там практически все свободные. У них там вообще ходят ребята, соукмэн, просто особые, которых в другой Англии вообще не существует, да, которые вот я сам по себе. Вот ты у него спрашиваешь, ты чей будешь? Он говорит, да не чей. В Англии в другой вот интересные вещи, которые оказываются, вдруг оказывается, что в Англии еще в XI веке есть рабы. То есть, когда их приходят, их, конечно, уже очень мало, но когда их записывают, то, в общем-то, не стесняются записывать как рабов. Видов зависимых крестьян очень много. Они-то придумали исключительно потому, что они Англию воспринимали как дуйную корову, которую надо было обобрать до ниточки. Точнее, ну, не то, чтобы до ниточки, а просто, которую надо было, зачем мы ее завоевывали, чтобы она просто была? Нет, чтобы она эффективна, ну, как-то, чтобы деньги она приносила, наше завоевание. И эта же линия, она, в принципе, будет довольно долго продолжаться. Более того, даже на территории самой Англии по-разному будут судиться норманы и по-разному будут судиться англосаксы. То есть, за убийство норманца будут караться все сразу смертью. Если убили за убийство англосакса, будут говорить, нет, давайте разберемся. Тут надо еще смотреть на конкретного лидера. Были лидеры, которые поощряли браки. Например, сам Вильгельм, он поощрял браки с англичанами. То есть, ну, как, с англичанками. Он говорил, что нормально, берите этих женщин, нормально, как раз слияние элит, дети уже будут как бы общие и более-менее. Его собственный сын, Вильгельм Рыжий, Руфус, он наоборот, он будет считать это все мразью. Он говорит, что это самое там, они воюют шпорами. Ну, в смысле, только видят нас, сразу убегают. Что вообще с ними разговаривать, это вообще бесполезные какие-то люди. То есть, еще очень сильно зависело от конкретного правителя. Но опять же, они женились активно на английских женщинах. Но тут сразу читается отношение, да. Например, в этот период они их всех называют Матильдами. Всех, просто всех. Вот берешь любого, у него жена Матильда. Она по-английски была какая-нибудь, наверное, Хильдегарта там какая-нибудь, да, была. Но они, когда ее брали в жены, они говорили, теперь ты Матильда. Они это делают, женятся с конкретной целью произвести потомство, закрепить свой род, с местной элитой как-то породниться и так далее. Потом они перейдут, там, ближе к 12 веку, уже в 13-м, Изабелл у них все начнутся, да. Вот они проапгрейдятся до Изабелл. А как там дороги в средневековое Англии? Да никак. Ну, то есть, римские дороги есть на юге. Вот, на севере с дорогами все плохо. И, в общем-то, в этом же и проблема завоевания того же Уэльса, да, например, или чего. Потому что дорог тут нет, тут ничего нет. Ты приходишь в Уэльс, а тут стоят леса густющие, такие, что вообще ничего, просто черные леса. Либо болота, такие болота, что сейчас просто эти утопцы выползут и те голову откусят. И на севере то же самое. Какие-то горы, просто выращивать ничего нельзя, там уже ничего не растет, слишком северное все. То есть, нормально, можно только скотоводством заниматься. Бегают какие-то овечки. Мужик в юбке пробежал. Тоже совершенно непонятное дело, что тут делать, как тут завоевывать. Это очень проблемно. И армиям тут трудно перемещаться, да и зачем. Ну, поэтому как-то, по-первых, это все идет не очень активно. А деньги в Англии, это какой-то серебро? Да, уже все-таки Англия восстановилась. В Англии был период, когда-то в темных веках. Когда-то в Англии был период, когда это были совсем темные века. Когда монет римские на шею себе вешали для красоты. Сейчас уже такого нет. Сейчас уже чеканится своя монета. У Вильгельма будут свои монетки. Это серебряные пени. Понятное дело, что монетами не производится расчет на бытовом уровне. Там сколько-то грамм серебра, я не помню, какая тогда пеня. Но это слишком дофига. Ты не придешь в бар и не расплатишься, ну, там, в заведение, в корчму, да. Ты в корчме монетой не расплатишься. Ты за эту монету можешь купить корчму и корчмаря и все вместе, понимаешь. То есть, это, конечно, для серьезных сделок каких-то там. Главное, что оно обслуживает необходимую часть экономики. А именно торговля земли, какие-то продажи больших наделов, какие-то там разборки между баронами. И вот это вот все. Для этого хватает монетарной системы тогдашней. На бытовом уровне, конечно, это все еще бартер там и все остальное. То есть, я тебе там три коровы, ты мне там четыре мешка зерна и все в таком духе. Привет, стрим давно идет. Ну, формально, наверное, уже минут сорок. Но мы так только раскачиваемся, на самом деле. Но уже стрим начался. То есть, уже даже введение прошло, понимаешь. А что там с французскими владениями, как изменились дела в Нормандии? Ну, вот в этом проблема. В этом проблема, что, с одной стороны, у тебя, смотри, какое красивое приобретение. А с другой стороны, мы создаем гигантский головняк. Вообще-то, Вильям Завоеватель, за то, что он владеет Нормандией, он как герцог Нормандии, он приносит вассальную клятву французскому королю. Теоретически, это что же получается? Король Англии, вассал короля Франции? С точки зрения королей Франции? Да, конечно. Естественно, так и есть. С точки зрения королей Англии? Нет, с какой стати? Я тебе вассальную клятву за Нормандию приношу. А вот это, я своим потом и кровью завоевал, это мое личное. За вот это я никому никакой клятвы не приношу. Вот за вот это вот я перед тобой отвечаю. И формально, да, даже во время войн они будут друг с другом воевать, и все равно ему приходится формально говорить, что, конечно, я признаю, то есть английский королей не будет ездить, например, на поклон французскому королю, это будет считаться ниже своего достоинства, да? Но формально в переписке он будет признавать себя вассалом за какие-то свои французские владения. Ну, да, такие правила на тот момент, конечно, так придется. А в чем это, кроме аммажа, выражалось? На самом деле ни в чем. То есть формально была вассальная клятва, и формально все считали, что, а, ну да, формально это все мои вассалы. На деле это вообще ни на чем не сказывалось. Жили сами по себе, от французского корабля никак не зависели, полностью игнорировали, вели с ним постоянно войны. Рано или поздно все-таки пора и умирать. И Вильям умер, в общем-то, так, как и жил, жил красиво, да, и умер красиво. Ну, в смысле, ездил, в общем, вернулся он во Францию, воевал, опять же, они там все друг с другом постоянно в междоусобице. Он в итоге где-то ездил там, воевал, грабил очередной какой-то город, его лошадь наступила на раскаленный уголь, взбесилась, и его придавило, и его там балкой какой-то распороло ему живот, и, короче, его там вроде зашили, но мучился он долго, то ли инфекция пошла, то ли чего, в общем, помер, все равно помер, но, в принципе, вот причиной, причиной была его все-таки военная деятельность. Следующий его преемник, он практически у нас не считается, вообще его на стриме оставил только из-за обстоятельств его смерти, а именно Вильгельм Рыжий пошел на охоту, в общем, стрелял в лес из лука, стрелял, 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 тут из лица прилетела стрела и его убило. Кто, как, так и не было найдено, и ничего не понятно, то есть, возможно, это олени отстреливались, я не знаю, но, а ведь вообще царская охота, это какое событие-то важное, потому что норманы тут же пришли и сказали, ребята, нам нравится охота, и вообще это королевское дело, и объявили чуть ли не все леса в Англии своими, королевскими, и всем в них охотиться запретили, поэтому обычный английский крестьянин мясо видел довольно редко, ну или если на свой страх и риск шел охотился. Птичек, птичек ели много, да, вообще птичка считается крестьянской едой, потому что там утку подбить, это, в общем-то, много ума не надо, а вот имеется в виду какой-нибудь олень, кабан, это все для, скорее, для элиты. Ну, в любом случае, у нас приходит Генрих I, при котором вообще создается очень-очень необычная система, то есть, для того, чтобы всю Англию посчитать, вообще создается специальная, извините, палата шахматной доски, так как это вообще, когда мы говорим, что они решили тут посчитать, кто им должен налогов, сколько, кто им вообще чего должен, часто не отдаем себе отчет, что это героические люди, они ведут все эти учеты и перепись, во-первых, римскими цифрами, во-вторых, не имея понятия математического нуля, они проводят все вот эти вот сборы налогов, кто отчитался, кто кому должен, кто кому не должен, нет, никаких абаков, никаких счет у них нет, ничего еще нет. Вот, крестовые походы только-только начались, то есть, еще не успели все это завести, поэтому они создают вот такие вот поля, по которым там перемещаются, в общем, кто что должен, они прямо в каждую клеточку кладут, вот это мой налог, вот это мой налог, и там ведут, в общем, переучеты, двигаясь, как бы, они геометрию использовали, у них есть отчетности, вот они заворачивают их в такие свитки потом, в которые это все заносят, и у нас там, ну, если не с 11-го, то уже там середина 12-го века, у нас есть отчетность, там, по-моему, с 1150 какого-то года, у нас есть отчетность за каждый финансовый год, в Англии есть отчетность за последние 900 лет, можно посмотреть и свести, в общем, дебет с кредитом, и, конечно, кризис наследования, да, кризис наследования, это тоже важная штука, потому что мы сейчас подходим к первому вкусному периоду в этой истории, а именно к периоду анархии, потому что не было никаких правил наследования, кто наследует престол, и поэтому случилась такая интересная ситуация, ну, во-первых, у самого Генриха I был сын, который, казалось бы, почему бы вот сына тебе не сделать наследником, хотел, тут очень некрасивая история приключилась, они же мотаются постоянно через Ла-Манш, туда-сюда, во Францию, в Англию, между Руаном и Винчестером, или там между Руаном и, между Шербуром и Лундоном, мотаются постоянно, и сынок его, молодой, плыл через Ла-Манш из Франции в Англию, а это веселые ребята, воинская карьера, молодые, золотая молодежь, наследники, о, Айзеншнапс, спасибо, наследники такой вот нормандской монархии, и они плывут и говорят, слушай, а мы же сейчас плывем из Франции, ну, там, из Кале, плывем в Англию, мы же плывем прямо как деды, а, ну, он же реально внук, получается, Вильгельма, слушай, а давай, давай мы сейчас как деды сядем на правильные корабли, нашли какой-то там белый корабль, владелец которого был сыном чувака, который перевозил еще Вильгельма, говорит, ух, сейчас, ух, сейчас, как предки наши, как славные, смотри-ка, давай, давай, сели, там, с песнями, с плясками, смотри, как, как бы, давай, как будто бы мы опять вторгаемся в Англию. Устроили дебош, напились вдрызг, в сумерках налетели на камень и тупо все потонули, вместе с наследником престола, потому что были пьяные, потому что были героические, потому что не разбирались, и, ну, блин, приехали. А это, как бы, был единственный наследник. Права на престол есть у кого? У племянника Стефана. Ну, и Стефан становится следующим королем, но они совершенно забыли, что была у них такая в семье женщина. Естественно, Матильда. У нас тут есть такое образование, как Священная Римская империя. По ней был отдельный стрим. И вот эту Матильду когда-то очень удачно выдали замуж за императора Священной Римской империи. Она там сидела, она уже овдовела. Ее муж, это Генрих V, кажется, был, он уже умер. То есть она сидела без дела. Сидела, скучала. А тут вдруг свободен английский престол. И там сидит какой-то Стефан непонятный. При том, что она наследница по прямой линии. Ну, то есть единственная проблема, что она женщина. То есть нет мужчины, но есть женщина. Она, конечно, не погибший, этот наследник, но она его сестра. Поэтому почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Ну, сама она что она? Сама она, может, ничего и не сделает. Но у нее случается следующий брак. Она выходит замуж за еще одного французского феодала из другого региона Франции. Вот тут вот чуть южнее, вот тут вот во Франции. Находится Анжу. И там Джофри, он же Жофруа. Ну, наверное, правильно Жофруа называть на французский манер. Жофруа, который называет себя плантагенетом почему-то. У них волосы были такие же желтые, как у растения дрог. Поэтому они из-за своих волос называли себя растения родные. И она выходит за него замуж. На каком основании? Она говорит, Жофруа, смотри-ка, Жофруа, ты давно воюешь с нормандцами. А действительно, Анжу и Нормандия, это такие противники давно. Смотри-ка, смотри, какой у нас сейчас брак будет. Я, как наследница вот этих вот нормандской династии, буду Англией рулить. А тебе мы поможем Анжу, чтобы захватила Нормандию. И как бы смотри, как будет. Мы вместе под одной семьей объединим не только вот это вот все, что и так было завоевано, а еще и Анжу твою. Круто же, круто. Таким образом, в 1135 году у нас называется период, который в английской истории так и называется. The Anarchy. То есть, анархия. Гражданская война на 21 год. Начинается типичное средневековое месиво. Никто не может одержать победу. Ни у кого нет железной претензии на престол. Потому что, например, в какой-то момент, просто в битве, в обычной битве, этот Стефан, коронованный король, он попадает в плен. И Матильда приходит в Лондон, садится, но ее никто не терпит. Говорят, ребята, это что, женщина? Это женщина? Во-первых, ее никто не называет ни Рексом, ни королем, ни Региной даже. Она называется Домина Англорум. То есть, ее даже королевой не хотят называть. Вот Регина, ей титул не достается. При том, что сама на себя считает вообще императрицей. Вы кто такие бичи? Я императрица Священной Римской империи. Пусть и бывшая. А ее тут в Англии даже титул королевы ей дать не могут. Называют Домина. Домина Англорум. Хозяйка. Хозяйка Англии. Это что это за неуважение какое-то? Стефан делает ход коню. Стефан начинает эти самые... Его там потом выменяли, в общем, на брата этой Матильды. В общем, известно. Ну, понятно, что война не просто так 20 лет идет. Потому что то одна сторона сильнее, то другая. Стефан делает... Что? Приходится идти на уступки. Как сделать так, чтобы тебя поддержали бароны? Давай-ка им разрешу чего побольше. И Стефан начинает выпускать такие себе хартии вольности. А именно, бароны имеют право судить на своих землях и ни перед кем не отчитываться. Бароны имеют право устанавливать право наследования там по своей земле. Бароны могут собирать налоги и отчитываться уже по факту собранных налогов. И так далее. То есть предоставляет кучу вольностей баронам. И за него вроде как переходит часть людей. С другой стороны, на континенте анжуйцы побеждают в Нормандии. Вот, кстати, Матильда. Синим это люди, которые поддерживали Матильду. Красным, которые Стефана. В общем и целом. По крайней мере, на начало войны. Зацените дух эпохи. В основном война приобретает характер не такой, что надо сходить, повоевать и победить. А сходить, пограбить соседа. То есть я пользуюсь тем, что война. Просто иду, угоняю у него там всех коров. К себе на землю перегоняю. И все. И на этом мое участие в войне закончилось. То есть скорее это взаимное ограбление. Значение присяги сильно снижается. Потому что приходится присягу. Ну приходится. Люди присягу меняют по несколько раз. И вообще ситуация проблемная. И тут вдруг 1147 год. Второй крестовый поход. И что вы думаете? Все вот это вот заканчивается. Все бароны поднимаются. И еще вчера они резали друг друга. И они за ручку идут в святую землю. Правильно. Зачем мочить друг друга в холодной дождливой Англии. Если можно весело рубать головы. Где-нибудь там в святой земле. И опять же. Это вот там были стримы по крестовым походам. И все. Но это еще раз показывает характер эпохи. Это может быть еще один кирпичик. Вот когда спрашивают. Зачем были нужны эти крестовые походы? Да потому что вот. Вот сказывается явным образом. У нас на несколько лет. Конфликт просто заморожен. Просто потому что половина участников ушла в крестовый поход. А пока не в крестовом походе. Запрещено. Папским указом. Запрещено объявлять усобицу на того кто в крестовом походе. Ну и некоторые боятся. Не столько даже гнева божьего. Сколько папа тебя отлучит от церкви. На твои земли наложит интердикт. И что ты делать будешь? Тебя свои же с потрохами съедят. Потому что представь что опять же вот сейчас я скажу. Вот что ж. Вот тебя я отлучаю от церкви. И что? И ты скажешь ну окей. А последствия какие? Нет. Представь если на твои земли наложен интердикт. Это запрет выполнять любые религиозные действия. Представь что это такое для средних веков. У тебя умер родственник. Ты его не можешь похоронить. Его надо отпеть. Надо там землю посвятить. Ничего этого делать нельзя. Ты не можешь родственника похоронить. У тебя родился ребенок. Ты не можешь его покрестить. Имя дать ему даже не можешь. Потому что там и святец надо выбирать. Когда ты его крестишь и так далее. Пожениться. Кто вас венчать будет? Нельзя венчать. Ничего. То есть жизнь общественная она просто останавливается. И если реально тебя папа отлучает. Вот налагает интердикт. То это очень серьезное дело. Поэтому этого боятся. Ну опасаются. Да будут нарушения. Будут считать что прокатит. Понимаете папа сидит в Риме. Это очень далеко. И не всегда папа среагирует. И на любую просьбу он будет еще отвечать. А может быть ты своих послов к папе с подарками пришлешь первым. То есть всегда есть варианты. Конечно же это ни в коем случае не железное правило. Но все таки оно свою роль играло. Это все таки важно. А почему валийцы не воспользовались? Ну валийцы не совсем пользуются. Валийцы живут в своих болотах. И им там ничего не интересно. У них там вот эти вот царства Гвинет. Царство в общем вот это королевство. В общем они там живут. И это болотные жители. Им там все прекрасно. Разговаривают в общем ворняка на своем языке. А вот шотландцы. А вот шотландцы воспользовались по полной. Потому что пока идет период анархии. Шотландцы откусывают кусок за куском. И шотландцы за это время очень приличную часть там Нортумбрии. Там вот северных земель очень сильно покромсают. А что не покромсают туда с рейдами будут ходить и воровать и грабить и так далее. То есть вот не валийцы. А шотландцы очень сильно этим периодом воспользовались в свое время. А что по поводу ирландцев. Ирландцы это тот же самый кельтский мир как и валийцы. Тоже живут там у себя в Ирландии. Пьют наверное. Что там еще делать? В общем там тоже миллион этих самых княжеств ирландских. И они друг с другом боюют. Им и так весело. Так почему шотландцы не ударили? Нет, ну ударили. Но тут же есть какие-то пограничные. Все-таки недаром был создан Дернем. Который всегда их сдерживал. Из которого всегда шли контрудары какие-то. И вот такой вот период анархии. Когда у нас... Опять же это чисто дух эпохи. Объявили хозяева войну. Ну давайте сходим порубимся. Предложили что-то получше. Святую землю. А Святая земля это тоже вариант земли приобрести. Первый колонистский опыт Европы скажем так. Это интересно. Но рано или поздно заканчивается и этот период. И за этот период конечно уже от войны все очень сильно устали. То есть у Стефана погиб его наследник в бою. Вообще 20 лет гражданской войны. Это очень нехило. Причем за эти 20 лет королевская власть достаточно сильно страдает. Ну что кто бы там на чьей бы стороне не был бы перевес. Приходится давать уступку баронам там или кому-нибудь. Чтоб они тебя поддержали. Побеждает в итоге та сторона, у которой лучше идут дела на континенте. А лучше дела идут на континенте у Матильды и ее мужа Жуфруа Анжуйского. А у них уже подрастает сын Генрих Второй Плантагенет. А к сыну у баронов вообще никаких претензий нет. Потому что Матильда ведь тоже наследница. И единственная проблема Матильды это то что она женщина. А сын ее, то есть он прямой наследник пусть и по женской линии. Он мужчина. Поэтому в принципе в итоге-то эта война она закончится по сути мирными переговорами. Она в кои-то веки не закончится тем, что все друг друга выпотрошат там и выколют глаза. Нет. На реке Темзи встретится Стефан, встретится Генрих, пожмут друг другу руки. И в общем Стефан уступит престол, скажет блин навоевался, ну его нафиг. Ну это вот первый период, который стоит запомнить. Почему его стоит запомнить? Потому что за 20 лет гражданской войны короли впервые вынуждены пожертвовать частью своей власти. Они вынуждены баронам хоть что-то, хоть какую-то кость бросить, хоть какие-то им права раздать в плане самоуправления. Это первый был такой звоночек. Генрих, он не просто так заявил свои права на престол, не только потому что он мог и имел реально на это право. И не только потому что он был таким большим и крутым правителем. В конце концов, гражданская война шла 20 лет. Что было за его плечами? А за его плечами, помимо всего прочего, помимо того, что его батя завоевал Нормандию, был такой эпический случай, как очень хорошая свадьба. Мы всегда сейчас на стриме говорили, что вот английские короли за свои французские владения все время должны приносить оммаж, клятву верности, французскому королю. Ну вот тебе французский король, Людовик VII. За него выдали прекрасную аквитанскую принцессу Алиенору. 15 лет ей тогда было. Он ее любил, безумно. Счастливый брак, казалось бы. Но годы идут, а она ему все никак не родит наследника. Все девочки, да девочки, а вот как-то мальчики не рождаются. И уже прошло 15 лет, ей уже 30 лет в 1152 году, ей 30 лет. Ну все, бабушенцы, старушенцы. Тут стоит оговориться, что я говорю по средневековым меркам. Я надеюсь, мы понимаем, что это мы говорим по меркам 12 века. Как еще через 100 лет Чосер напишет, что соку нет в той деве, которой 20 лет уж минуло. Так что представляйте себе стандарты того времени. Скрепя сердце, придется просить развод. Нашли формальный предлог, что формально они находятся в троюродном родстве. Как говорится, был бы повод. Потому что если бы за троюродное родство всем давали развод, то вся бы Европа просто бы развелась на тот момент. Потому что это несерьезно. То есть на двоюродных, да, старались как-то не это. Но выбор королевских всяких герцогских, графских семей, он на всю Европу ограничен. То есть это не тот порядок цифр, где надо разбрасываться родственниками. Если вы все время на знатных хотите жениться. И с Леонорой получается то же самое. Нет, но формально, действительно, так как надо было развести, формально можно было это придумать как повод, что вот мы в родстве. А католическая церковь, конечно, запрещает такое родство. Ну, с другой стороны, конечно же, закрывает глаза на это родство. Потому что если не закрывать глаза, то ни на ком будет жениться, опять же. Вот только следующие шаги шокируют не просто там Людовика VII, а всю Европу. Проходит пять недель, и 30-летняя Алиенора выходит замуж за 19-летнего Генриха II Плантагенета. Вообще-то, вдова после развода в таком возрасте должна в монастырь идти. Ну, по правилам хорошего тона. Она должна была развестись, покаяться в том, что она не может родить наследника, и уйти в монастырь. Этого от нее все ждали. А она не просто выходит замуж за 19-летнего перспективного правителя. Она выходит за вассала своего бывшего. Вы понимаете, да, накал страстей? Она уходит от короля Франции к его вассалу. И если вы считаете, что этого мало, то она начинает ему штамповать мальчиков-наследников одного за другим. Бац, бац, бац. Бац, Ричард, будущий львиное сердце. Бац, Джон, будущий безземельный. Бац, пять штук мальчиков. Когда ей говорят, а что, что раньше-то было, что раньше-то было. Она говорит, ну, понимаете, я была замужем скорее за монахом, чем за мужчиной. Вы представляете себе вообще, что, какую кашу заваривает Генри II с Алейнорой вот этим вот браком? В принципе, в принципе, на этом можно сказать, а потом была столетняя война. Вот, ну, реально, то есть, столетняя война, которая, на самом деле, начнется аж в 14 веке, и ее корни, они, в общем-то, во многом, кроме шуток, лежат здесь. И не нужно думать, что это, что вот прям две страны стали так воевывать, ну, еще и стран, понятия-то не было, да. Но не нужно думать, что это какой-то просто прихоть монархов, и из-за них все стали воевать и ломать друг другу копии. Нет, конечно, за этим стоят культурные особенности, потому что Алейнора, она квитанская, она вот из этой вот южной части Франции. Гасконь, Пуату, это Южная Франция. Южная Франция от Северной Франции отличается довольно сильно. Вот эта вот Атлантическая Южная Франция, она совсем другая. В ней, например, не германское право сохраняется, а еще романское, римское право. Здесь люди в городах все еще судят по римскому праву. Они говорят на других языках, в общем-то, на другом языке. Мы говорили, что Франция делится на северные говоры Ланге-д-Ойль и южные Ланге-д-Ок. Так вот, это вот этот раскол языковой, культурный. Здесь больше романского населения. Здесь, кстати говоря, обратите внимание, что за нее вписываются все родные. Все местные князьки, все местные бароны за нее вписываются. За женщину. Все северные французы, нормандцы. Вот, короче, североевропейская культура на тот момент Матильду не приняла к себе. И они к женщине относятся все еще настороженно. А эти южные французы говорят, ну почему бы и нет? Почему? Она Элеонора Аквитанская, наша прекрасная принцесса. Если она хочет делать такой брак, значит, она будет делать такой брак. Это другое отношение и к женщине, и к праву власти, и к судебным процессам. Но это реально, в том числе, за этим стоят большие культурные различия. Поэтому не надо думать, что дело только в том, что вот они обженились, и давай воевать 200 лет после этого. Нет, конечно. Когда она ушла от Людовика, она от него забрала свои земли, которые за ней шли как преданными. То есть Аквитани. И когда она вышла за Генриха, всего лишь через 5 недель, Аквитания присоединилась к землям Анжу, к землям Генриха. А теперь давайте, если кто-то уже, ну в уме-то многие уже подсчитали, да? А теперь мы открываем карту, и что мы видим? Генриху Второму подчиняются его родные земли, а именно графство Анжу, Мен и Тур. Его отец Жофроа завоевал Нормандию, и это тоже его земли. Он женился на Алиеноре, и к нему присоединились Аквитания и Пуату, вот эти вот земли. Через родственников Алиеноры и своих он добивается еще через несколько лет, чтобы к нему пришла Британь. Вы спросите, а где земли французского короля? А вот темно-синие на этой карте. Не синие, а темно-синие на этой карте, это оставшиеся земли Людовика Седьмого, короля Франции. Но при этом формально Генрих Второй все еще вассал Людовика Седьмого. И более того, Людовик Седьмой, он конечно в ярости, то есть тут помимо политических и всего, тут и ревность самая обычная человеческая. Говорит, приедь, поклонись мне, ты же мне вассал, ну все-таки, все-таки, раз ты мне вассал, ты же мне должен поклониться приехать. Они так раньше не провоцировали. Вообще, все время вот Нормандской династии до сих, то есть сто лет до этого, эта ситуация бы уже существовала сто лет, но ее сто лет спускали на тормозах. А теперь вот этот конфликт, он пошел прямо в лоб. Говорит, приедь, значит, поклонись там, ты же вассальчик мой. Он, конечно же, отказывается. И он, конечно же, идет. И когда вот Генрих с вот этой территорией, с вот этой вот всей территории, то есть больше половины Франции, когда он приходит в Англию и говорит, Стефан, давай мириться. Стефан на вот это вот посмотрел, говорит, давай. И к Анжуйскому дому присоединяется еще и вся Англия. И у нас появляется то, что мы в истории называем Анжуйская империя. Ну, можно так, это, конечно, нифига не империя. Но все считают, что брак ужасный, аморальный. Какой-то геронтофил на 30-летней женился. Еще и мнит себя непонятно кем. У него кличка в 19 лет, он никакой не плантагенет. У него кличка Генрих Короткий Плащ. А что такое Короткий Плащ? Это была мода. Там, где он вырос, у них мода была. Молодежь носила плащи, которые, простите, задницу не прикрывали. И это считалось, фу, вы какие распустились. Надо было накидку носить, чтобы она, в общем, сзади свисала довольно далеко, низко. А эти носили такие, что она там до поясницы только свисала и все. И этот модник, модник, 19-летний франт ходит, эту аквитанскую орлицу себе захомутал. Генрих Короткий Плащ выходит на мировую арену. Он готов, он наставляет рога там Людовику VII, который вообще-то крестовый поход водил. Серьезный дядька вообще-то. А вы посмотрите, как он себя ведет. Начальник у своего жену, можно сказать, увел. Все-таки то, что она через пять недель вышла замуж, это подозрение накладывает на то, что они были знакомы как минимум до этого. И, может быть, она еще до развода планировала к нему уйти. Короче, со всех сторон этого все это выглядит очень плохо. Вообще, с точки зрения тогдашней Европы, это все выглядит очень плохо. Вот в этот момент, вот кто-то спрашивал, а в какой же момент вот эти вот французы со своими династиями, в какой же момент они поймут, что Англия им роднее, чем Франция? Вот первым, наверное, был Генрих, но он не решил, что ему роднее. Роднее ему, конечно, его родной Анжу, естественно. Заметьте, уже у нас приходит вторая, по сути, династия, то есть была Нормандская до этого, теперь приходит Анжуйская династия, то есть это уже вторая династия из Франции, которая правит в Англии. Но он понимает, что основу вот этой вот Анжуйской империи надо создавать на острове, потому что вот здесь все уязвимо. Захватят, раздербанят, такие землю удержать нереально, делать центр у жены, там в Аквитании все какие-то очень самобытные, значит, в Нормандии и в Анжу тут есть проблема, они слишком близко к домену французского короля, или к домену французского короля. Короче, есть с этим проблемы, в Британии там вообще какие-то дикие люди живут, что это вообще за регион? То есть, логичным образом, впервые, получается, что ядром вот этой вот империи, на тот момент, прям можно сказать, что практически империи, надо делать Англию, и он это делает. Почему такая крутая кличка у Ричарда Львиное Сердце? Солдаты прозвали, вот действительно, вот управитель был бестолковый, но воевать собака умел, да, поэтому Львиное Сердце, вот ему дали, ну, прицепилась. Плюс хороший образ, крестоносный воин, ладно, хорошо. Вот, например, почему Иоанн Безземельный, он же Джон Лакленд, потому что, когда им раздавали сыновьям вот эти территории, ну, кто будет наследником чего, Джон еще не родился. То есть, Генри говорит, смотри, сколько сыновей, ну, наверное, больше уже не будет. И он как бы наметил, что Ричарду уйдет Аквитания, значит, ну, и всем, всем чего-то там назначил, да. А потом, бац, и родился Джон. И, собственно, для Джона нет никаких земель. А если у тебя растет официальный наследник Безземель, жди проблем. Хорошо, что подвернулась Ирландия, которую можно было начать завоевывать и отдать ему хотя бы Ирландию. Вот. А так бы вообще бы непонятно, что бы делали. Правда ли, что Генрих II своего младшенького Джона любил больше остальных? Да, это совершенно верно. Ну, это же так часто бывает. Тем более, кто где живет и воспитывается. Джон воспитывался скорее в Англии, скорее при Генрихе. Ричард, львиное сердце, был маменькинем сынком. Его вот Аквитанская орлица воспитывала. Генрих II по-английски не понимал вообще ни слова. Были короли и дальше они начнут потихоньку учить английский. Но вот эта вот Анжуйская династия на данный момент, тот же Генрих II, он не может знать английский. Он не рос в Англии, он вырос во Франции, он тут воевал. Ну, он приплывал в Англию повоевать пару раз во время периода анархии, да? Но, в общем-то, ему неоткуда знать английский. Он образованный человек, он знает все хорошие языки. Он знает латынь, он знает французский. Жрать было нечего? Нет, чё, и по еде потихонечку развиваются. Даже торговать скоро. Ну, то есть, как раз в XII веке в Англии впервые у нас зафиксировано, что начинают еду выращивать не для прокорма, а для продажи. Это такого не было столетиями. Ты у себя еду выращиваешь не для того, чтобы самому поесть, а для того, чтобы повезти и продать. Это чё это такое? Это жиру же, извините, бесится. А за этим-то сразу тянется. Представь, если тебе надо поехать и продать. А когда тебе ехать и продать? В будни ты работаешь. В воскресенье работать нельзя. Надо отдыхать. Вообще надо строго сидеть. Чинно, мирно беседы, в общем, вести. А работать по воскресеньям нельзя. Друзья, значит, давайте договоримся, что раз в год мы будем неделю, все, не работать, целую неделю и будем торговать. Ну, в смысле, ярмарка, да? Мы не будем торговать. А давайте тогда это приурочим к сбору урожая, чтобы у всех всего хватало. И появляется ярмарочная культура. А раз надо теперь не только произвести, но и отвести. Если раньше я пахал на своем, этом, окс, как это, вол, да? Я вот валами пахал свое поле, и мне было норм. То сейчас, если я захочу куда-то на ярмарку отвезти, то, что мне валы напахали, я на этих валах туда буду ехать 4 года. Поэтому, конечно, лошадь гораздо эффективнее. Не только потому, что лошадь вспашет, а потому, что лошадь потом еще и отвезет то, что она вспахала на продажу. Поэтому лошадизация еще ускоряется. А кого они вообще завоевали, если вокруг странами правят сыны маминой подруги? Сынов маминой подруги. Из-за того, что все друг другу родственники, ты практически всегда можешь сказать, а я, у меня права есть на твою землю. Ты знал об этом? Нет? На войну тебе. И по этому поводу воюют, ну, просто постоянно. Ну, это вообще, это даже войной назвать сложно. Просто другое дело, какого масштаба эти стычки. Вот тебе 100 на 100. Просили про Беккета рассказать. Ну, опять же, Генрих II, вот он такой крутой приходит и начинает устанавливать свои законы. Кто-то пытается противоречить этому. Но мы уже описали, какая сила стоит и поддержка за Генрихом II очень большая. Конечно, он себе может позволить, там, критикующего его, очень авторитетного. Считалось, что ничего себе, какой авторитетный, значит, священник Томас Беккетт. И стоило Генриху просто сесть за столом, потянуться так и сказать, блин, кто бы меня бы избавил бы? Ну, внимательно. Он собрал всех своих приближенных и, сидя за столом, громко так, чтобы все слышали, потянулся и сказал, «Ой, блин, кто бы меня бы избавил от этого надоедливого попа?» Он никому не давал никаких приказов. Ты что, дать приказ убить священника, это грех какой страшный. Он никому, он вообще за дружеским засторием чисто случайно это громко сказал в сердцах. А его одни так поняли. Подумали, а, да, да, поехали и прямо на алтаре там зарубили этого Беккета. Просто зашли, ну, это вот так эпически показывается в истории, да, в хрониках это, конечно, выглядит, как всегда, гораздо интереснее. Да, архиепископа, между прочим. То есть, и когда ему там пришли даже из Рима, говорят, «Вы что, вы оборзели? Ты епископа, что ли, убил?» Он сказал, «Да я не убивал, я вообще потянулся за столом, и я каюсь, каюсь, я вообще виноват в убийстве Беккета». И даже стал хлистать себя и сказал, «Вот как я вообще покаяние какое, и убийц сейчас накажем». Убийц судили по всей строгости. Послали их воевать в Святую Землю. Поэтому, ну, то есть, это вообще был чисто эксцесс. С какой проблемой сталкивается Генрих, который нас толкает к самому главному? Кто-то там кричал, когда политические преобразования? Вот сейчас. Возможно, вы слышали такие слова, как «Англосаксонская система права» или что-нибудь такое. Или «English common law». Вот оно рождается сейчас. И рождается почему? Потому что Генрих прекрасно понимает, насколько разнообразны у него земли под руками. У него есть вот эта вот Анжуйская империя, в которой все по-своему устроены. В которой в разных областях по-разному судят, по-разному общаются. Вот эти вот области надо как-то мирить. Понимаете, король, он имеет право судить. И все-таки на этот момент еще считается, что король выше закона. Всегда выше закона. И этим-то все и всегда и управляется. То есть нас, если что непонятно, король рассудит. Ну, понимаете, в Анжуйской вот этой вот империи король не может мотаться там из Бордо, мотаться куда-нибудь в Норфолк и там всех рассуживать. Он не может так делать. Это просто нереально. Плюс он еще должен, король должен судить. Раньше считалось не то, чтобы он как-то хитро должен судить, а в соответствии с местными обычаями. А с какими тут, извините, обычаями, если ты приезжаешь в Нормандию? А там в правилах суда считалось, что если ты судишь благородного аристократа, то если аристократ клянется на Библии, то он оправдан. Кладет руку на Библию и говорит, я клянусь, что я его не убивал. Все, оправдан, потому что он на Библии поклялся. Вот как здесь по справедливости, что здесь можно рассудить? А допустим, такой же подход в Аквитании не работает. Поэтому такие очень разные территории просто своим королевским словом не удержать. И то ли у Генриха, то ли у его советников фанжуйских, сейчас уже сложно сказать, но при нем рождается понятие о том, что надо выработать ряд стандартных правил, то есть стандартных проблем и на них стандартные решения. В первую очередь в судебных процессах, ну и в том числе как собирать налоги и как все остальное делать. То есть у нас нам нужна некая стандартизация того вообще, как все должно выглядеть. Например, вот везде есть суды, везде суды, ладно мы говорим таких больших областей, то что в Нормандии и в Аквитании по-разному судят, окей, но у нас, например, по-разному судят в разных ширах в Англии. У нас там в Кенте и в Корнуоле судят совершенно по-разному. Как это примирить? Он начинает реформировать Англию, он вводит такую вещь, как суд присяжных. Это стоит денег, им надо оплатить там участие, но в любом случае это уже какая-то альтернатива. Он запрещает баронам целый ряд функций делать самим. Если тебя обделили с наследством, то есть тебе полагается по наследству что-то, а у тебя дядька твой, более авторитетный, взял и отжал твое наследство. Раньше что ты должен был делать? Ты должен был собирать своих друзей и идти окучивать дядьку. Теперь вместо этого ты идешь к местному шерифу, а в каждый шир назначается свой шериф. Это, как правило, рыцарь какой-то, но он действует именем короля. И ты говоришь так и так. Предоставляешь, если есть какие-то документы, что-то, как ты можешь доказать, свидетельство там кого-то, что ты имеешь право и тебя обделили. И окучивать дядьку идешь уже не только ты, а король. Ну, от имени короля идут королевские войска окучивать твоего дядьку. Государство впервые является неким гарантом собственности. Ну, в первую очередь, конечно, это все распространяется. Чем ты богаче, чем больше у тебя собственности, тем подбольше она защищенность. Ну, конечно, это зависимость есть. Еще никакой гарантии стопроцентной от того, что тебя там кинут, нет и, наверное, нет и до сих пор. Но это уже некая гарантия. Да, появляется прецедентное право на вопрос, как судить. Теперь вместо того, чтобы комиссия сидела и полгода вообще узнавала, какие у вас тут местные традиции, есть у нас приговор какой-то уже по похожему делу. Если есть, то он имеет силу закона. Все. Прецедентное право. Если вот так мы приняли, то все. И это, обратите внимание, что там суд присяжных, вот это вот, оно все работает до сих пор. Оно, конечно, пришлось его сильно реформировать с тех пор. Но как идея, и впервые на практике применено, оно было при Генрихе II. Это конец XII века. Более того, он проводит интересную военную реформу, потому что вот по всей этой территории здоровой ему же нужно воевать. А раз ему нужно воевать, то надо что-то делать с армией. Потому что в армии тоже все там то друг друга ненавидят, то, значит, друг другу выкатывают какие-то претензии. Это вот монетки Генриха II. Будут те, кто говорил, что раньше было лучше. Надо будет ходить им объяснять, что они неправы, конечно. И такое тоже будет. Но оно не будет иметь массовый масштаб. Почему? Потому что для самих баронов это выгоднее. выгоднее иметь третейского какого-то со стороны судью, чем каждый раз друг с другом воевать. Это просто проще. Это реально проще. Но и военная реформа, она тоже очень интересная. Потому что предписывается всем свободным людям носить оружие. Потому что если позовут, ты должен все-таки иметь какое-то при себе оружие. Уж извини. Если ты свободный человек, будь добр. А ну, как понадобится, страну защищать или еще что-то. То, что он может носить оружие, это не только обязанность. Это еще и право, понимаешь? Потому что если на него барон будет бузить, он может ему все-таки что-то и возразить. Более того, так как англосаксонское право используется в современном США, например, то в НРА Уэйн Лапиер, он не так давно выступая в защиту, что каждая семья должна там... Американская семья должна стрелять из дробовика, в общем, и все такое. Он говорил, что... А что вы ссылаетесь на Конституцию? Поправка к Конституции это 18 век. Это недавно. То, что она гарантирует нам ношение оружия. Это ерунда. Он обращается к вот этому вот, к Генриху Второму. Право на ношение оружия восходит к 12 веку, к концу 12 века, а не к 18. Ну, в принципе, для простых людей это тоже... Так, это же, в принципе, фирд. То есть в народе еще сохранялось представление о том, что, в принципе, самим можно делать ополчение, потому что еще недавно были фирды англосаксонские. Поэтому это тоже вполне в английских традициях. Да и от разбойников, конечно, можно обезопасить. Плюс начинает же развиваться торговля. Действительно, надо как-то от этого всего защищаться. Почему тогда все говорят, что демократия от греков пошла? Ну, потому что так модно. Потому что греки приятнее, чем какие-то немытые люди, которые друг друга потрошили каждый день. А о греках представление, что это возвышенные люди, Парфенон строили, в театре играли, Зевсу молились, смотри, какие воспитанные, мощные, красивые. А то, что это все рождалось из крови каких-то периодов анархии, Рубилова, постоянно просто тут из горла клещет кровь, тут чувак падает, говорит, только, пожалуйста, соберите ополчение там. И то, что это вот все на этом основано, ну, это действительно менее красивая история, объективно. Аперировать к античности, это гораздо красивее. Более того, вот кто-то спрашивал, а если я не хочу воевать? По-моему, я интервью спрашивал, ну, по крайней мере, по смыслу. А если я не хочу воевать? Да, пожалуйста, не воюй. Только тогда ты должен заплатить отдельный налог, который называется счетовой сбор. Пожалуйста, заплати и не воюй. Таким образом, вместо того, чтобы полагаться на вот эту вот стремную армию непослушных рыцарей, где каждый сам за себя, где каждый еще хочет там, что захотел, то и сделал, грубо говоря, вместо этого в Англии появляется очень интересная армия, которая, с одной стороны, состоит из такого частичной запол... Ну, рыцари никуда не делись, они остались. Но, помимо этого, у нас есть народное ополчение и вообще в среднем хорошее владение оружием. А во-вторых, на счетовой сбор мы можем просто нанимать нормальной профессиональной армии. Когда впоследствии начнется столетняя война, и будут объяснять даже, по-моему, до сих пор в школах, говорят, что успехи Англии связаны с луками. Вот были луки, которые всех убили. Успехи Англии связаны с другой, вообще с принципом формирования армии совершенно другим, более разумным и более диверсифицированным. То есть разные источники набора армии. У тебя ты можешь в разных ситуациях разную армию применять и смотреть, какая там для этого случая лучше, какая еще. Скорее, система. То есть луки, пожалуйста, это прекрасно. Не будем тоже их отрицать. Но преобразования Генриха, они ключевые для этого. Они скажутся, пускай до столетней войны еще дофига времени, но они скажутся там, да. Вот мы переходим к йоминам и к валицам ко всяким. Точнее, ну, к лучникам. Потому что, как ни странно, длинный лук и все остальное, это не изобретение собственных англичан, а это изобретение валийцев. И познакомились с этим чудо-изобретением англичане, когда все-таки решили при Генрихе основательно завоевывать Уэльс. Каким образом? По периметру Уэльса были созданы, выделены такие новые земли и розданы лордам, которые так и назывались маршерлордс, которые селятся вот на этих Уэльских болотах. И их работа заключается в том, чтобы просто окучивать валийцев. На это не выделяются никаких специальных денег, на это нет каких-то вот прицельных кампаний по завоеванию, каких-то походов больших. Нет. Мы там просто селим своих, и пускай они постепенно это все колонизируют. Строят замки, строят укрепления, а мы взамен на это чуть-чуть будем больше им вольницы давать. В плане судить своих подданных, в плане вот там налогов и всего остального. У вот этих лордов, у них больше прав, но у них есть обязанность жить. Жить на этих болотах и лесах валийских. И покорять, в общем-то, Уэльс. И мы видим, как у них начинает меняться прямо военный подход. Вот в течение следующего столетия, в процессе покорения Уэльса, потому что воюя в таких условиях, это же просто Вьетнам, только в европейских болотах. И поэтому, например, даже английские рыцари не развиваются в сторону каких-нибудь тяжелых доспехов, таких танковых, да, как принято в Европе. Мысль идет скорее в сторону танкования, а тут скорее в сторону дэмэдж-дилеров идет. Корее они остаются со своими любимыми кольчужками, потому что все-таки она, в отличие от латного доспеха, позволяет сохранять подвижность. Скорее тут все еще остается более легкое вооружение, кольчужная броня. Начинают перенимать способы войны, почему бы и нет. Начинают перенимать те же луки. И первые, в общем-то, отряды каких-то лучников, они будут все валиться. Все исключительно будут валиться. Потом, впоследствии, это перейдет на англичан вообще будет. А йомины, это, конечно, да, следствие, но помимо, помимо валийцев, помимо всей вот этой системы, проводятся даже экспедиции в Ирландию. Причин на то несколько. Во-первых, ирландцы сами попросили, ну, один из местных правителей обратился за помощью к вот этим вот маршаллордам, мол, помогите. И эти маршаллорды тоже постепенно начнут переселяться в Ирландию и там строить то же самое. Строить заставы, замки, постепенно как-то обживать. И вот это их такой быт на столетия вперед. Ты живешь, история Англии идет своим чередом, а для твоей семьи из поколения в поколение все остается одно. Ты утром просыпаешься, выходишь из замка, тебя обдувает сырой северный ветер, кропает дождь, из болот бегут какие-то чугачгуки, ты их рубишь, вечером садишься и отдыхаешь. И вот так и проходят годы за годами, десятилетия за десятилетием. Очень постепенная даже не колонизация, я даже не знаю, как это назвать, обживание. Периодически приходилось, когда там надо было землю достать для Иоанна Безземельного. Ну да, Генрих пришел и, в общем-то, как бы на коне тут всех раскидал и ушел. К вопросу о Хиллах, интересно, как складывалось отношение светской и церковной властей. Чуть-чуть не так, как в Европе. Дело в том, что если в Европе, мы говорили, есть четкое разбитие на три сословия, те, кто молятся, те, кто воюют и те, кто работают, то в Англии немножко не так. В Англии все пошло наперекосяк из-за нормандского вторжения Иоанн Жуица. Потому что в Англии скорее есть разбитие на элиту, за которой обычно еще стоит этнический вопрос. Скорее всего, это французы. И простонародье, в которое входит не только простонародье, а бедное монажество и бедные рыцари, низовые. А с другой стороны, это элита. И она тот же раз распространяется на все. Какие-нибудь, может, какой-нибудь богатый купец переехал тоже из Франции вести тут дела. Он просто людин. Но он купец из Франции очень богатый, да, магнат какой-нибудь. Или архиепископ, или, значит, король, или вот кто-нибудь барон. То есть, это как бы два развития на две части, а не на три, как в Европе. Генрих за время своей жизни активной, вот он создал вот такое вот интересное, то есть, у него, конечно, большинство припало на молодость. В старости там начались проблемы, потому что в старости что? Во-первых, он с Алейнора и разошелся, потому что, ну, все-таки Алейноре уже на момент брака было 30, а потом ей стало еще больше, и у него появились другие фаворитки, у него появились другие, Алейнора стала на мозги ему капать, он ее послал, в общем, в заключение, запер в замке, она стала подбивать на восстание сыновей, в первую очередь Ричарда Львиное Сердце, типа, смотри, папашка, поехал, смотри, что он делает. В итоге у Генриха, там, ближе к старости, у него куча проблем, потому что то, что он создал, это не устраивает никого, все за это цапаются, на континенте на него нападают и кусают по всем направлениям, хотя даже в таких условиях он успевает еще докупить графство Марш во Франции, в центре Франции, но в итоге против него получилось уж слишком много людей под конец, все-таки он слишком был жесткий, его единоличная власть не устраивала очень многих и вот это вот сопротивление королям, оно все растет от обычных баронов, рыцарей, графов, виконтов. В итоге от Генриха отворачивается один сын, второй, и когда он узнает, что даже его любимый сын Джон поддержал мятежников, у него случается инсульт и он помирает, то есть помер он в итоге от инсульта, Алиенора Аквитанская пережила его, причем пережила очень даже серьезно, и в принципе у нас следующий король, который становится, это Ричард Львиное Сердце. Я бы хотел в этот момент на стриме все-таки более-менее закрепить, но что вот это был важный участок стрима. При Генрихе Втором появляется вот это замес с правом, то есть в конце 12 века в Англии появляется право, суды присяжных, шерифы, которые разбирают дела, появляется служба коронера, вот что важно было рассказать. Это смесь патологоанатома и следователя. Это же бесценный источник сведений от того, почему умирали люди. И если вы коснетесь например детских смертей, то это же просто офигеть можно. Агния Перрон полтора года умерла в 1396 убита свиноматкой съевшей ее голову. Вот таких вот смертей очень много. Когда видимо родители они все время заняты, они где-то работают, детей оставляли без присмотра, детей полно, детей рожали десятками, и поэтому они часто оставались без присмотра, поэтому что блин не свиток, то обязательно жесть какая-то с детьми, то пошел гулять, упал в яму, в которой была дождевая вода и захлебнул. То ребенок полез в камин, споткнулся и упал просто в костер, то ребенка съела свинья. Или вот пожалуйста, опять же неповторимый шарм средневековья тут иногда есть. Большинство это конечно очень банальные записи, про которые ничего не скажешь, но из интересных Джон Де Харви зарезан 1321 Томасом Чирчем за то, что сказал ему ехать помедленнее. На лошади очевидно. Джон Уиллер упал с колокольни пока ловил голубей. Томас Астоль вот это самое эпичное. Томас Астоль 1342 заснул нарезая хлеб и упал на собственный нож. Ричарда нет, короче, про Ричарда вообще все очень просто, потому что про Ричарда мы довольно много говорили, когда были крестовые походы и в этом вообще все как бы весь фокус есть. То есть если мы сейчас говорим, стрим посвящен, стрим называется средневековая Англия, вот Англия, то Ричарда львиное сердце можно просто спокойно проматывать, потому что человек 10 лет был королем, в Англии был месяца 3-4 за это время. Этому человеку Англия была нужна чисто как денюшки на войну. Его страсть это война, это ходить, походы, он шарил в логистике, подвоз продовольствия, осада замка, давайте пригоним там какие-нибудь осадные орудия, отряды пошлем, деус вульд устроим, да, один из героев Третьего Крестового похода. Вот это ему было интересно, вот это ему было нужно, а в Англии он вообще не совался, ему это честно говоря было нафиг не надо. Поэтому в общем-то при нем налоговые сборы осуществляются, что интересно, особо против него никто не бунтовал, вот это вот интересно. У него был очень высокий авторитет, именно из-за того, что в средние века это считался практически идеальный правитель, именно из-за своих крестовых походов, именно из-за того, что вот смотрите, какой крестоносный воин, какой же он значит хороший человек и вообще, да, а личные качества, там, как человек, как он себя вел, когда взяли акру, например, и все знамена установили, он сказал, а что это, что это рядом с моим знаменем, какое-то знамя стоит, что это за бич его поставил, кто это поставил вообще, говорит, да вы знаете, это вообще-то Леопольд австрийский, это серьезный мужик, он говорит, снимите эту тряпку немедленно, чтобы она даже не трепыхалась рядом с моим знаменем, и солдаты прям так и выполнили, то есть приходит Леопольд австрийский, а там его знамя ногами топчут, то есть солдаты просто ходят, оно в грязи лежит, и солдаты по нему там ходят, армии ходят, все разбираются, он говорит, а это что, говорит, а это Ричард, а еще Ричард сказал, что ты дебилы неправильно в акре вообще акру осаждал, да, Ричарду еще что было интересно, это войска, то есть это вербовка людей из Англии в свои походы, давайте бить неверных, куча неверных, куча, зачем, посмотрите, неверные, над Христом издеваются, давайте поплывем черти куда, в какие-то там пески, непонятно где, рубить неверным головы, потому что вот нехристи, проклятые нехристи, ненавижу нехристей, если у тебя вот такая вот идет пропаганда по всей стране, давайте бить нехристей, то в страну обетованную поехать могут не все, да и зачем, сам король сказал, что бить нехристей это отличная идея, а зачем мне куда-то плыть и ехать, если у меня вот тут по соседству есть квартальчик, в котором вот этих нехристей целый квартал, они Христа распяли когда-то, собственно Ричард запомнился как первыми крупными погромами в Англии, это непосредственно связано с крестовыми походами, опять же, вот тут мы наверное касаемся роли вообще растущих городов, по воскресеньям можно отдыхать, но работать нельзя, а еврею можно работать в воскресенье, ему в субботу работать нельзя, но это на тебе никак не сказывается, а в воскресенье можно, и через них все ведут свои дела, а значит евреи уходят в финансовый сектор, а значит у них больше денег, а еще можно этим христианам, ну то есть не иудеям, давать деньги в рост, например, что тоже важно для зарождающегося бизнеса, потому что в Англии начинают активно выращивать, вот уже появляется там, особенно в северных областях, появляются специальные фермы, на которых не просто пасут овечек и стригут на шерсть, а это же вообще фирменная, да, английская шерсть, это же торговая марка, а появляются фирмы, на которых специально выводят особых, специальных овечек-мутантов, на которых будет больше шерсти, прям будут такие шерстяные клубки ходить, вот, то есть на которых специально выращивают шерстяные породы овечек, и всем этим нужно торговать, а через кого идет эта торговля, через кого брать займы, через кого делать кредиты, через кого переправлять, евреев на Альбионе вообще много, нет, евреев мало, они-то заехали туда, их в Англии сроду-то не было, откуда бы они там взялись, они же туда заехали только вместе с нормандцами, когда из Франции, из Нормандии поперли, они тогда же только с континента в Англию приехали, так что просто как раз вот к этому моменту их как раз стала некая значимое число, чтобы их стали замечать, а то, что на картинке это изображение действительно был знаменитый случай, когда внутри Клиффорд Тавера как раз закрытое помещение со стенами, в общем, совсем, вот, они туда зашли и там, в общем, в общем, нехорошая история получилась, я думаю, из картинки это все и понятно, и так, но в общем-то на этом какие-то, как на Англии сказалось правление Ричарда Львиное Сердце, да никак, собирал налоги и спускал их на войну и все. Ричард Львиное Сердце это, конечно, прекрасный чувак, который ездил и воевал в крестовых походах, но пока он там воевал в крестовых походах, в это время Филипп Второй взял и из крестового похода вернулся раньше. И пока Ричард в крестовых походах начал на его земли активно нападать, отбирать, не особо паря с тем, что его могут отлучить от церкви, у него этот вопрос был схвачен. Вот, поэтому в общем-то Ричард так и помер, где-то там его болтом, да, прибило каким-то арбалетным и в общем-то от заражения крови и умер. Вот он на что оставил страну, потому что пока он там лазил с Саладином, играл в свои игры, апельсинки друг к другу носил, он кучу земель из-за этого дома стал терять и поэтому тоже несправедливо наверное на Иоанна Безземельного все валить, потому что он уже страну принял в таком состоянии, когда ему постоянно приходится отбиваться, ему постоянно нужны новые войска, он постоянно чего-то терпит, ему приходится увеличивать налоги, постоянно изыскивать из баронов еще деньги, еще деньги, еще деньги, уже Ричард собирал много денег, а ведь представь, что с Ричардом еще же была такая некрасивая штука, что когда Ричард возвращался из третьего крестового похода, то он возвращался, говорит, а что мне будет? Вернусь через Европу, правильно? Нормально, да. И вот когда он шел по Европе, его встретили войска Леопольда австрийского, говорит, слышь, товарищ, а помнишь в Акре был такой некрасивый случай? Ты там мое знамя ножками попрал, попрай, пожалуйста, вот это. Его Леопольд берет в заложники и объявляет за его голову выкуп. Вот хотите выкупить, платите. И Корона еще и под занавес собирает какую-то там чудовищную сумму, которая реально была ну практически неподъемной. То есть собрали, но еле-еле собрали за то, чтобы выкупить вообще Ричарда из плена. То есть с деньгами и так было туго, а тут еще и сдают территории. А ведь понимаете, когда ты теряешь территории вот тут, на континенте, еще и получается, что ты теряешь, что твои вассалы теряют территории. То есть ко мне приходит герцог, говорит, слушай, у меня король французский отвоевал землю. Мне что, сейчас идти ему приносить вассальную клятву или ты сейчас отвоюешь? Джун говорит, отвоюю, вообще без вопросов, отвоюю. И терпит поражение. Говорит, не, ну сейчас точно, сейчас точно отвоюю, договаривается со священной Римской империей, с Атоном четвертым договаривается. И говорит, уже вместе-то с двух фронтов мы сейчас Францию задавим и что-то ходит, мнется. И пока он ходит, мнется, французская армия разворачивается, идет на восток и дает еще и звездюлей Атону четвертому в битве при Бувине, где там просто на голову вообще разбивает Священную Римскую империю и опять возвращается бить англичан. Да блин, ну что ж ты будешь делать? Еще куча территорий потеряна, только теперь еще с дипломатией не все хорошо, плюс он имел неосторожность спать, переспать сразу с несколькими женами своих подчиненных, плюс не очень он хорошо поступил, потому что он женился, вот это его жена, 12-летняя Изабелла, опять же, к этому моменту они уже перешли на Изабелл, к началу 13 века, уже все, Матильды в прошлом, теперь в моде Изабеллы, и вот ей было 12 лет и опять же, для такого брака это нормально, да, там 12 лет, 13, 15, мы говорили, что это в общем-то без проблем, ну 15 вообще проблем, но для выхода замуж, но не для, как сказать, консумации брака, да, не для того, чтобы жить вместе, то есть она считалась, что вот она там вышла замуж, но пока еще живет с родителями, через пару лет переедет, постепенно, постепенно, ну то есть это было скорее наперед, опять же, чисто из династических соображений, а Иоанн Безземельный не такой, он женился на 12-летней и сразу с ней стал жить, именно потребовал, чтобы ее привезли к нему, чтобы она прямо к нему переехала, что тоже было так вау, вау, Джон, и репутация так себе, ну прямо скажем не Ричард Львиное Сердце, да, то есть тот воевал Христовый воин, да, а этот, ну что-то не очень, и приходится кучу налогов собирать из церкви, из баронов для того, чтобы в общем-то как-то войны вести, а войны все равно неудачные, уже в этот момент его начинают называть Soft Sword, то есть он уже не Иоанн Безземельный, он Иоанн Мягкий Меч, короче репутация у него вообще не актив, и заканчивается очень простой вещью, бароны просто приходят к нему, дают ему бумажку на подпись и говорят подписывай, он говорит, что вы мне суете какие-то челобитные, все, бароны его выну, во-первых, еще раз, если кто ослышался, бароны принуждают короля что-то там подписать, не требуют, не просят, ничего, они садят его за стол, кладут ему на стол великую хартию вольности, магна карта, документ, который дает им там право вольницу на очень многие вещи, например, право на честный суд, на честный суд для любого свободного человека, свобода церкви, в смысле, что он не имеет права там архиепископов назначать и все такое, он не имеет права, король не имеет права собирать пошлины, и он не имеет права, тогда была большая проблема, чтобы рыбу вылавливать, везде растаскивали всякие эти сети, которые мешали судоходству, которая возила шерсть, и они говорят, ну ты математику-то прикинь, с рыбы ты столько не заработаешь, сколько с продажи шерсти, поэтому сети убери нафиг, а мы будем шерсть возить, и король вынужден это подписать, король не имеет права собирать налоги, дополнительные вводить, без согласования с народом, ну под народом, конечно имеются ввиду бароны, появляется совет, назначается совет из 25 баронов, который будет следить за тем, чтобы король выполнял подписанные обязательства, это просто унижение, что это за отношение королюн, клерк что ли какой-то, что это такое, будем следить, уж не вы, я король, я свое слово дал, я значит выполню, вот так же должно все вестись, поэтому как только Джон это все подписывает, как только бароны уходят, он тут же уезжает и говорит, все, я это не подписывал, ничего, я тут вообще ни при чем, и еще обращается к папе, говорит, папа, разреши мне расторгнуть там, я поклялся случайно господом, пожалуйста, разреши мне расторгнуть клятву, папа говорит, вообще без проблем, потому что, ну, действительно обурили какие-то люди, короля, помазанника божьего, заставляют в чем-то там клясться там перед ними и так далее, ужас какой, поэтому, конечно, он сразу это все расторг, 1215 год, он подписал хартию вольностей, которую тут же расторг, что приводит к первой баронской войне, бароны впадают в ярость и говорят, ну все, ты просто допрыгался, и у нас начинается следующий, второй вкусный период в истории Англии, это баронские войны, объявляют просто открытую войну королю, не за какого-то другого, короля, не еще как-то, а просто королю за право его контролировать, ну блин, такого еще просто не было, это что-то вообще новое, выигрывать, потому что, что делает король, что делает Иоанн Безземельный, он обращается, например, к скандинавам, к старым друзьям, мы уже и забыли, да, что есть норвежцы, датчане, и нанимает там армию, несколько тысяч человек, которая приплывает, прямо как в старые добрые времена, в Англию, и начинает бороться, то есть король привлекает иностранные контингенты, для того, чтобы бороться в этой войне, барона говорит, ну хорошо, раз ты приглашаешь, и мы пригласим, они приглашают французского короля, говорят, прийди и правь нами, вместо этого козла, ну Филипп говорит, конечно, ребята, конечно, естественно, и начинается высадка французов, это уже какой там, раз за этот стрим, третий, четвертый, начинается вторжение французское во Францию, от такого, от такого дужевного стресса, в октябре 1216, Джон просто помирает, и следующий король, после этого, Генрих Третий, он когда приходит, ему там 9 лет, и он проправит следующие 56 лет, в Англии, он вынужден, баронам подтвердить хартию вольности, это 1217 год, а теперь, просто интересный исторический факт, 4 статьи, из той великой хартии вольностей, в Англии действуют до сих пор, когда я говорил, что на сегодняшнем стриме, рождается там современная, в Англии правовая система, это было не метафора, и не что-то, это в прямом смысле, ну в Англии, как вы знаете, в Британии, нет какой-то одной конституции, как документа, как у людей, короче, нормально, у них конституция, это просто список всех документов, которые вот наслаивались за столетия, вот это все вместе, вот это и есть наша конституция, они ребята простые, в общем-то, так они решили, и вот получается, что самый старый, как бы, из документов, который сейчас еще действует, это вот великая хартия вольности, там появляется статья, такая интересная, о том, что нельзя не удобрять сельскохозяйственные земли, они поняли, что земля истощается, почему же они перешли к севообороту, да, вот мы говорили, что развиваются аграрные технологии в средневековье, и они поняли, что вот есть проблема с истощением земли, и вести экстенсивную выработку земли запрещено, просто запрещено, причем запрещено всем, ты вынужден использовать вот этот вот севооборот, менять, короче, культуры, которые там выращиваются и так далее, для того, чтобы правильно земля развивалась и восстанавливалась, это был хороший старт, потому что впервые, наверное, в английской истории, это какие-то серьезные права, ну, то есть, впервые им, конечно, Джон гарантировал, да, но Джон сразу же свое слово назад забрал, а малолетний Генрих подписал, и это уже надолго с оборонами укрепилось, то есть появляется вот эта вот идея, ее часто сильно переоценивают, с одной стороны, они часто говорят, вот, смотрите, швобода, швобода, наконец-то швобода, тут дело не в свободе там или в чем-то, дело скорее в том, что именно в традиции ограничения единовластия, за нарушение установленных законов смертная казнь, честно говоря, из тех законов, что сейчас принимаются, самое распространенное наказание, это штрафы, 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 а вот, ну, и плюс, это же средневековое общество, они же не заморачивались, если ты не можешь вас выплатить штраф, то ты становишься как бы сервильным, да, ты становишься сервом, ты просто начинаешь зависеть от человека, которому ты подолгу попал в штраф, вот и все, вот и в этом проблема, ну, это вообще проблема, кстати, наверное, об этом можно пару слов сейчас сказать, потому что, это проливает свет на, опять же, средневековое общество, мы часто так делим, что есть свободные граждане и несвободные, и вроде как третьего не дано, как мы помним, есть еще земля, которая тоже может быть свободной и несвободной, ну, например, например, война разорила, уничтожила их село, он сам пришел, прибился к кому-то, как, вот он вроде как свободный человек, но он пришел в соседний Монор, или Маннер, да, и там для него нет ни земли, ни знакомых, ничего, вот как ты будешь выкручиваться, получается, ты идешь в некую зависимость, ты все еще остаешься по праву, по закону, там, суд тебя будет судить, как свободного, например, но в своей жизни бытовой ты получаешься полностью зависимым, потому что ты зависишь от этой земли, и если ты не будешь отрабатывать за то, что ты живешь в этом доме повинности, ты будешь судим, там, и так далее, то же самое наоборот, я могу быть сервом, крепостным, я лично зависим, вот у меня есть сюзерен, но я занимался деньгами, он мне разрешил там стричь овец, и все, и у меня появилась куча денег, и я взял и себе купил кусок свободной земли, то есть я не свободный, владею свободной землей, как бы, и вот эти вот взаимно, это очень сложная система, потому что это все очень сложно, потом это все выливается, представьте, в какие разборки, в судах, в налоговых, и так далее, это очень сложная, массивная структура, которая с каждым годом, естественно, будет усложняться, потому что вот этих вот, взаимных напластований, получается, все больше, и больше, и больше, и больше, и в итоге, это уже потом будет не вытаскивать, просто, чтобы докопаться, где тут чье, тут уже надо будет просто перевернуть все вверх дном, это реально будет очень сложно. Генрих, это был хороший старт, он вроде как нормально начинал, но он все, конечно, положил зря, потому что у него какая-то была очень невменяемая политика внешняя, его бароны просят, говорят, отвоюй Нормандию, отвоюй Нормандию, Нормандию хочу, а он воюет за Пуату, а он воюет не там, где хотят, то есть надо же еще воевать там, где хотят твои подданы, он влез в эти дичайшие разборки с Сицилией, зачем-то, ему на это нужны деньги, он просит деньги, и бароны говорят, нет, а ты нам что? То есть они смеют указывать королю, заканчивается это второй баронской войной, заканчивается это Симоном де Монфором, когда вот при Генрихе Третьем так часто в последнее время они воевали друг с другом, что в 1264 году Симон де Монфор предлагает такую вещь, ну это такой знатный человек, в общем-то, просто лидер, скажем так, очередного антикоролевского восстания оборонов, он говорит, ребята, вы запарили, посмотрите, мы крошим друг друга, и крошим, и крошим, и крошим, давайте, чтобы каждый раз мы не крошили правителя, соберем говорильню, по-французски парле, разговаривать, парламент, просто будем хотя бы все обсуждать, чтобы не было, как снег на голову, типа, бац, мне нужен налог на войну в Сицилии, бац, мне нужен налог на войне в Пуату, давайте сначала обсуждать решения, которые мы будем принимать, соберем совет, вот этот парламент, на который пойдет 15 представителей от нас, от баронов, и от короля 15, причем каждый раз мы их будем выбирать отдельно, чтобы не было такого, что у этого человека он как титул получил, и теперь пожизненно он туда избирается, своим депутатом и все, а мы их как бы выбираем, в этих вот противостояниях с королем, впервые, знаете, кто дал о себе знать, города и коммуны, например, во время восстаний, могли выйти студенты и сказать, а мы тоже что-то хотим, представители гильдий, корпораций, за счет которых живет город, они тоже хотят в этом поучаствовать, потому что они не согласны с кое с чем, из того, что говорят бароны, но они не согласны с кое с чем, из того, что говорит, например, король. В 1260-х годах, в 1270-х, в начале, получают представительство, это даже произнести страшно, по одному представителю от каждого широ, низовое рыцарство, по одному представителю от каждого города, От Лондона и пяти портов по три представителя. Это же свинопасы. И они будут сидеть и высказывать свое авторитетное мнение, надо ли королю собирать налог на войну в Сицилию. На дворе 1272 год. Пропала Англия. И что очень важно, что представитель, который будет от города, его не назначают, а его выбирают те самые, кого он представляет. Это находка, которая находка не каким-то там пафосным мозговым штурмом из книжек, а в ходе, конечно, кровавой борьбы. Ну, то есть за это люди друг другу кабины сносили полтора столетия. И в итоге сам Симон де Монфору закончил-то он плохо. Опять же, мы сегодня уже несколько раз говорили, что из этого работает до сих пор. А все очень просто. Из вот этих представителей широв и городов родиться чуть позже, но, по сути, это и есть будущая палата общин. А вот эти вот советники, 15 баронов, 15 от короля, это будущая палата лордов. А были люди, которые считали, что республика, правитель должен быть послан богом, но это все-таки не называлось республикой. Еще никто таких страшных слов не говорил. Нет, мы еще сидим в глубоком средневековье. Поэтому никаких республик. У нас, конечно же, монарх. Как бы ты охарактеризовал религиозный климат этой эпохи? Ну, это же эпоха, это как раз время появления, ну, это, не нужно забывать, это время крестовых походов. То есть религиозный климат вполне себе понятен. Это, если мы говорим, конец 11 века. Это взлет, это воодушевление и постепенное угасание этого воодушевления, вдохновление большими церковными идеалами, типа большое христианское дело. А с другой стороны, подъем, как это сказать, низовой святости. То есть вот эти вот всякие нищие, всякие прокаженные, всякие, потом нищенствующие ордена, всякие цистерцы там, всякие бенедиктинцы, вот это вот. То есть простые люди, которые проповедуют нищенство, которые, это же отчасти реакция на растущее богатство населения, потому что появляются купцы, появляется богатство такое, которого в Европе, ну, не было никогда. То есть для этих людей его не было никогда. И все время существования христианской Европы, они считали, что мы движемся к апокалипсису. Действительно, все плохо, мрачно, темные века. А вот рядом, конец дней, книжку переписи назвали «Думсдайбук. Книга судного дня», да, когда всех переписали. Ну, чтобы было понятие, сейчас всех перепишем. И как раз вот ангелы придут, нас звать на последний, значит, суд. И мы им эту книжку и передадим. Вот у нас столько-то людей ведут себя так-то, живут под таким-то правилом. То есть, ну и все. Как хорошо, что мы с этой жизнью покончили. То есть, ощущение апокалипсиса было всегда где-то очень рядом. Но он не наступает. Он не наступил в миллениум. Он не наступил ни в крестовый, ни когда снова взяли Иерусалим. Он не наступил там в Божьем Царстве. Он, наоборот, какие-то рыцари начинают богатеть, богатые тамплиеры, богатые короли, богатые купцы. Погодите, так ведь Христос говорил, что легче верблюду пройти в игольное ушко. Так мы же должны к этому, по идее, приближаться. То есть, богатых должно становиться меньше, раз легче богатым, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатым попасть во врата, пройти через врата рая. Ну, значит, а почему тогда только больше становится? Богатство ведь это плохо. Почему его становится больше? Что за несправедливость? Как так может быть? Почему мир отходит от того, о чем говорил Христос? Это конфликт. И появляются вот нищенствующие ордена, и вот это все, оно все из этого вырастает. Люди, которые отрицают вот эти вот обсуждающие изменения, которые говорят, что вы нас в ад ведете со своими парламентами, указания королю, как ему жить. Он сам разберется, как ему жить. Он помазанник божий. Вы отдайте кесарю, кесарево, сволочи. Они не хотят, они там что-то ограничить, решат. Сами, блин, родились и пытаются что-то решать, как кому жить, какие войны с кем вести. Кто вообще такие? Откуда такая гордость? Кем вы себя считаете? Более того, во время Генриха, когда случается война баронов, происходит ведь самое страшное. Ведь было бы понятно, если есть хорошая сторона королей, которые хотят за себя отстоять там священное свое право, за боженьку и за себя. А с другой стороны, есть какие-то злые бароны, которые хотят олигархию тут развести и все. Но ведь это не так. Потому что собственный сын Генриха Третьего, Эдуард Лонгшанкс, Эдуард Длинноногий, идеям как таковым он тоже сочувствует, что должен быть парламент, советники должны быть, они должны оплачиваться. Это эффективнее, это правильно. И Эдуард будет очень сильным королем. Он не будет там Генрихом Третьим, которым сдевятили и твердели, как хотели. Эдуард будет очень жестким человеком. Но он оставит и парламент, при нем он станет традиционным, три раза в год собираться, все как полагается. Но Эдуард, он будет совмещать и старые традиции, и новые. Вот всего множество королей, там бесконечный цикл. Они все, если вы первый раз о них слышите, они все сольются в один поток. Но три ярких представителя, реально ярких, это, собственно, Вильгельм Завоеватель, который все это заварушку начал. Это Генрих II Плантагенет, который на Леоноре обженился и вообще там Анджуйскую империю устроил. Который, правда, уже при его детях, как мы видим, по крайней мере, во Франции, почти все и потерял. И третий, это Эдуард Длинноногий, Эдуард Лонгшанкс, Эдуард I. Он же, это тоже, это ярчайший представитель своего времени. Он, конечно, воспитан в чем-то среднем. То есть, с одной стороны, уже он сам поддерживает кучу таких прогрессивных на тот момент идей о реформировании. А с другой стороны, он все-таки еще несколько старомодный, такой настоящий средневековый король. Его доспехи есть. И, судя по доспехам, он был 187. И, собственно, у него же кличка Длинноногий. То есть, он считался очень высоким по средневековым меркам. Так вот, он действительно начал с того, что он отправился в крестовый поход еще при живом папеньке. Он решил, что я тут буду? Кому я тут нужен? И отправился в крестовый поход. На секундочку, восьмой крестовый поход. Уже никому они нафиг не нужны. Уже никто серьезный в крестовый поход не ходит. Уже эта идея как бы изживает себя. А этот пошел. И даже что-то там навоевал. Он вообще любил и умел воевать. Что для средних веков, пожалуй, важно. Причем, пока он был в святой земле, на него случилось покушение ассасинов. Секта ассасинов. Да-да, та самая. На него устроило покушение. И он лично скрутил ассасина, который его атаковал. Он болел потом очень долго, потому что отравленным его, видимо, чем-то порезали. Но поболел и выздоровел. Знаете ли. А своими руками ассасина придушить, это не каждый сможет. Пока он был в святой земле, и пока он возвращался домой, Уэльсе лорд Тлеведлин, я не умею говорить по-валийски, но звучит это реально примерно так, поднял, ну вообще его Левелин, конечно, называют, чтобы не ломать язык. Он поднял восстание большое в Гвинеде. Это Уэльс. И попытался, значит, англичан оттуда прогнать. После чего прибывший Эдуард сказал, все, ребята, Уэльс заканчивается. И он начинает просто тотальную застройку замками. Это многие известные замки, и которые стоят по сей день. И Уэльс это такой заповедник замков, потому что их там концентрация просто ненормальная. Создавались они со вполне определенной целью подавлять местных, устанавливать английскую власть. Ну, валийские замки можно просто загуглить. Это же отдельный вид туризма, путешествия по валийским замкам. Ну, наверное, самый известный из них это Корнарвон, в котором рождается первенец Эдуарда, Эдуард II. И жест Эдуард делает своего первенца наперед, называет его новорожденного принцем Уэльским. И эта традиция английской монархии любой жива и в 21 веке. Тот, кто в царской семье рождается первым, называется принцем, получает титул принц Уэльский. Это ввел Эдуард I при завоевании Уэльса. Тут тоже, это уже, конечно, развитая замка строительства, все-таки, все-таки это уже 13 век, и это даже уже ближе к концу 13 века. Тут, извините, уже замки становятся очень серьезными укреплениями, очень сложными, большими, многослойными, с разными приспособлениями. Ну, да, то есть это вот накануне появления огнестрельного оружия, да, вот накануне. Там 50 лет пройдет и уже будут с пушками замки осаждать. Потому что, а как еще это взламывать? Это же нереально. Покорив Уэльс, потому что действительно заломали, и, наверное, с этого момента мы уже все-таки считаем, что Уэльс становится частью Англии. Он обращает свой взгляд на Шотландию. В Шотландии кризис наследования, как раз удачный момент. И дальше всякие битва при Фалкирке, всякие Уильям Волосы, возможно, знакомые вам, которые там поднимают восстание, но все равно проигрывают, конечно, и Уильям Волос заканчивает очень плохо. В 1305 году его заманили, заманили нас переговоры. Говорят, ладно, твоя взяла такие тяжелые восстания, давай обсудим условия договора. Он говорит, давайте. Пришел, они его, короче, это... Ну, про Уолоса будет, если мы будем историю Шотландии разбирать, то там, конечно, это все будет с шотландской стороны гораздо более подробно. Даже несмотря на Уильяма Волоса и так далее, все-таки Шотландия терпит ряд поражений, сдает почти все, что они, да не почти, а все, что они еще давным-давно, аж при первом Генрихе, аж при вот той войне гражданской, когда там Матильда воевала, там, аж вот тогда вот шотландцы захватили, теперь они это все сдают спустя там сто лет. Но, что интересно, ладно, там, боевые какие-то вещи, он воюет во Франции, воюет в Шотландии, воюет в Вельсе, талантливый воин, большой, в общем, тут те, кто занимаются историей всяких войн, а им, наверное, это все больше знакомо и больше все интересно. Для нас, чем очень интересен Эдуард, продолжением, собственно, законотворческой деятельности, и опять мы видим, что как все быстро на ходу, ну, так как мы летим по годам, как все быстро принимать знакомый нам вид. Вы знаете, что при Эдуарде появляется? Понятие в суде, как изнасилование, не девственниц. До этого считалось, что не девственницу изнасиловать нельзя. Ну, в смысле, если она не девственница, то, ну, это же уже как бы, это не насилие, как бы по умолчанию. Вот, а то, что классифицируется как рейп, за что можно судить, это только если девственница, да? А если ты как бы ломаешь поломанное, то за это какой тебе, ну, ничего тебе, понятно, не будет. при Эдуарде появляется такая прогрессивная вообще штука, что просто, если ты женщину берешь силой, то это изнасилование. И это наказывается. За это будут в суде судить. Ну, если ты свободную, конечно, женщину берешь. По-другому, там это скорее порча имущества, чем изнасилование. Но, тем не менее, по крайней мере, свободные женщины судятся вот так. Женщины, обращаю ваше внимание. Вводится смертная казнь за убийство. До этого все-таки были только штрафы и там ссылки всякие в святые земли. Но сейчас святые земли угасают. Сейчас уже воевать тебя не пошлют, поэтому за многое вводится смертная казнь. Наверное, самое главное, что вводит этот самый Эдуард, это требование всех, как бы новая перепись, причем перепись привилегий. Не просто всех переписать, а вот за прошедшие времена у всех баронов, у всяких сложилась куча привилегий. Вводится такое право кво варанто. А именно по какому праву? В смысле, что ты должен предоставить документ не просто так все же знают, что барон такой-то-то, что у него такие привилегии есть. Не-не-не, не прокатит. За все привилегии будь добр, отчитайся. И тут, конечно, бароны в ярости в очередной раз. Вот тут они даже Эдуарда, хотя у него успешные войны, а это значит хорошая награбленная, лут, все привозит. Но даже они тут сбунтовались. И старый граф Норфолк, когда у него спросили, пришли переписывать, сказали, кво варанто, по какому праву? Норфолк сказал, сейчас, подождите, секундочку. Пошел, снял со стены какой-то ржавый меч, говорит, вы щенки, мой там прапрапрадед вместе с Уильямом Завоевателем эту страну типа на колени ставил. Вот мое право. А теперь типа пошли нахрен отсюда. Ну, справедливо, не поспоришь, не поспоришь с такой вещью. Плюс, действительно, в 11 веке еще очень многие записи не велись, еще очень часто всякие привилегии давались устно. Эдуард сразу идет на уступки, говорит, окей, без вопросов. Давайте так, если привилегиям больше 100 лет, то они за вами закреплены автоматически. А вот за последние 100 лет будьте добры подтвердить все, что, короче, ваше. Вот. Ну и, то есть, опять же, даже Эдуард, который, ух, какой мощный король, ему приходится как минимум заниматься парламентом, а именно говорить, обсуждать, да, парле, парле. Ему приходится обсуждать это все, все эти решения и как-то, но он сам считал, что это хорошо, что это эффективней, что сам он наговорит еще всякой ерунды, а так будет лучше, так будет толковее. Вот. Ну и, опять же, он с баронами иногда очень хорошо договаривается, типа, дескать, бароны, а заплатите-ка мне там очередную, то есть, вот эти же войны, которые он ведет, они же денег сжирают дофига. И, собственно, при Эдуарде проходит следующий акт морализонского балета, а именно бароны. Денег дайте, бароны говорят, а ты нам что? А я аннулирую все долги, которые вы должны евреям. Норм. и в 1290 году всех евреев изгоняют из королевства английского. Это очень по тем временам хороший пиар-ход. Это ему дает очень много популярности в городах, среди элиты и так далее. И, в общем-то, евреи не вернутся, ну, сколько лет? 200-300, наверное, они повторно потом будут в Англию возвращаться уже как бы отдельной, другой волной заселения. Ну, и в итоге, собственно, он и помирает. Он, примерно, будучи занят этими делами, то есть, будучи в очередном походе на шотландцев, причем он-то собирался Шотландию покорить точно так же, как Уэльс, он собирался, что вот-вот Шотландия сейчас присоединится, вот Шотландия уже почти моя, и тут на тебе дезентерия, ну, в общем-то, стандартная история, да? Если вы долго воюете, рано или поздно она вас достанет. В общем-то, скрутила так, что уже не раскрутила. Он не мыл руки перед едой? Тогда никто не мыл руки перед едой. Так что, о том, что в средневековье о таких вещах думали, о стерильности и так далее, я думаю, не приходится. Ну, собственно, когда мы говорим, что женщины постоянно умирали при родах, это же не значит, что она сидит, рожает, рожает ребенка и на полусловие и умерла. Нет, конечно. Когда мы говорим умерла при родах, как правило, имеется в виду, что родила ребенка, занеслась инфекция и после родов за неделю горячка, инфекция, смерть. Все. Но это несколько дней после родов, потому что занесли инфекцию во время родов. Вот что имеется в виду, умерла во время родов. А причина все та же самая. Тотальная гигиеничность, нестерильность. Следующим королем становится Эдуард II. А это особых случаев. И в общем-то практически сразу, как он стал королем, к нему появились вопросы. Потому что по поведению, по внешним признакам, по всему он был какой-то совсем не король. Начнем с того, чем он любил заниматься. И он по жизни любил половить рыбу в свободное время, поплотничать, декорировать свой дом, пойти на огород посыпать, репу какую-нибудь. Короче, восятка в теле короля. Ну то есть это совсем не королевские занятия. Совсем-совсем. Ну и кроме того, у него, конечно, был друг. То есть он не приезжает во двор там с кучей фавориток. Наоборот, никого у него нет там из фавориток. Ничего. Но у него есть друг. Пирс Гавистон, с которым из Гасконии, между прочим. То есть он не англичанин. Он как раз вот из Франции, из Гасконии. А Гавистон как раз такой боец, крепкий, молодой, траствует на турнирах, который является вот по сути другом Эдуарда Второго. И как только Эдуард становится королем, он тут же отписывает Гавистону Корнуол на секунду графства. Вообще просто все в шоке. Дело в том, что графство Корнуол считалось очень престижным титулом. То есть это не просто ты землю отдал. Это ты дал престижный титул, который всегда предназначался для каких-то родственников Королей. Дальних возможно, но все-таки родственников. А тут как-то вообще не очень красивая история. Плюс практически сразу он же продолжает воевать в Шотландии. И в общем-то его отец воевал успешно и вот-вот почти закончил войну в Шотландии. Эдуард Второй отправляется точно так же в Шотландию вроде как закончить войну. и случается Беннек Берн. Случается шотландский король Роберт Брюс и битва при Беннек Берне. То есть при ручье Беннек англичане терпят сокрушительное поражение от Роберта Брюса в битве при Беннек Берне. Причем там в пух и прах разбиты. Ну Роберт Брюс как его представляют на памятниках и тут даже запилили его. Реконструкция выглядит может быть не так эпично но это тот же самый человек который на голову разбил англичан. И при Эдуарде Втором ну то есть против него поднимается опять же у него была серьезная жена. У него жена была не кто-то а Изабелла правда очередная Изабелла но уже дочь Филиппа Четвертого Французского но в общем Изабелла сказала что жить с ним невозможно он дурак негодяй несмотря на то что жена ему родила сыновей она уехала во Францию и из Франции вернулась с неким лордом Мартимером то есть у жены тоже появился друг произошел против друга короля произошел заговор так или иначе его там высылали раз высылали два в итоге его просто убили надеясь на то что фух наконец-то избавились от фаворита короля может быть теперь он наконец-то возьмет себя в руки и начнет управлять нормальным государством не начал у него появилось теперь два фаворита а именно диспенсеры отец и сын ну фаворит конечно появился младший отец скорее был в роли распорядителя денежных и уж диспенсеры тут устроили такой диспенсер Англии что просто жесть они стали прямо вот откровенно под себя подбирать земли стали всем распоряжаться игнорировать слова короля ну то есть практически правите государством не обращая на кого внимания этого уже конечно же никто не потерпел и были уже согласны даже на эту Изабеллу с Мартимером которые были во Франции их оттуда вызвали был заговор Эдуард попал в тюрьму где погиб но вот пока были живы Изабелла Мартимер пока слухов про это про его смерть не ходило просто так оказалось что он там оказался в тюрьме и умер но когда после смерти его мучителей уже это событие записали в хронике там почему-то появилась подробности его казни а именно что его казнили как садомита а с садомитами там понятная штука берется рог вставляется в заднее отверстие берется металлический пруд нагревается до коления и через этот рог вводится чтобы зажарить внутренние органы это одновременно рассказывает нам о судьбе Эдуарда второго и одновременно отвечает на вопрос из чата а как в средние века относились к геям ну и тут нужно еще перед смертью мы наверное проходим одну из ключевых и последних наверное на сегодня вех это то как Эдуарда кто его сместил какая-то королева Изабелла какой-то Мартимер какое право почему его могли казнить как это так ведь раньше только король какой-то или новый король или старый король или брат или сват имели право его казнить верно а как же сейчас а сейчас все очень просто помните при Симоне де Монфоре и ну при Генрихе третьем до этого стал собираться парламент так вот собрался парламент поговорить и договорились до того что объявили что король не зложен впервые в истории король не зложен не силой другого короля он не погиб в битве просто собрались какие-то хрычи посовещались объявили на всю страну король не зложен и все европейские традиции выбары каждая вольность каждая там вот традиция парламента избирательная представительная еще какая-то за этим всем стоят просто десятилетия и столетия борьбы противоречий противостояния и всего остального это все такая очень кровавая история но тут уже пошло одно на одно во первых тут вот такой вот Эдуард II во вторых это великий голод 1315-1320 потому что мы же вошли в 14 век а это что значит а это значит что малый ледниковый период грядет скоро чума но перед чумой уже начались похолодания уже начались перебои с сельскохозяйственным годом и чуме предварялся голод в Англии он сказался особо сильно не знаю почему конкретно в Англии но в Англии это прям так и называется это great famine то есть сильнейший пятилетний голод во первых не забываем да что все это время весь сегодняшний стрим население Англии росло если по переписи дом с дейбук у нас получается население Англии 2-2,5 миллиона человек то к событиям сегодняшним к 1315 году это население порядка 5,5 миллионов человек то есть существенно выросло население оно и так раздулось а тут вдруг еды становится меньше всего становится меньше голод жутчайший описание каннибализма всех в общем прелестей сильнейшего голода как есть только можно себе представить естественно во весь рост то ли еще будет да люди не знают что грядет вообще чума и все остальное люди заняты совершенно другим люди заняты таким например как Эдуард 3 который является потомком Эдуарда 2 с одной стороны но с другой стороны Изабеллы французской погоди 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 я сын французского короля пусть и по женской линии а почему это французский король имеет право на английскую корону а я на французскую корону не имею и действительно многие его послушали и сказали слушай действительно разумно вообще вещаешь ты сын короля ну не по мужской ну по женской линии ну ладно ну мало ли случается как мы уже за сегодня столкнулись уже этим не сильно кого-то удивишь это уже будет не впервые наследоваться Эдуард 3 говорит так подожди так подожди я могу предъявить претензии на французский престол и таким образом разорвать порочный круг то что мы начинали на секундочку 200 лет назад а именно ту ситуацию когда правитель Англии стал вассалом французского короля это было источником всех проблем весь сегодняшний стрим они в общем-то проистекали из этого как решить парадокс Англия мои владения но сам я вассал француза Эдуард 3 может решить этот вопрос потому что его мать Изабелла французская все очень просто он внук Филиппа 4 он может лупануть по Франции и вуаля вековой спор разрешен если что так начнется столетняя война за время которой Европа изменится еще раз по крайней мере Янглия и Франция из этой войны выйдут уже совершенно вообще другими странами такая вот ситуация за этот стрим за это время у нас сформировалось в общем-то практически все что можно себе представить мы видели как была написана магна карта великая хартия вольностей которая до сих пор находится в Солсбери в знаменитом соборе который известен тем что там лежит старейший из работающих на данный момент документов Англии более того это еще и отличный пример готической архитектуры потому что это пример ранее английской готики то есть создается своя архитектура отличная от континентальной все таки в Англии несмотря на то что вроде бы это французы завоевали вроде бы это должны французы все делать а появляется все таки собственный стиль и в архитектуре и в языке он очень сильно сказывается вот по крайней мере если по архитектуре то есть ранее английская готика она своя собственная и такая понятная и например если взять йорк то это декорированная готика или как ее назвать ну в общем продолжение этого же стиля то есть тут есть влияние континентальное но тут все таки кое-что свое тут тоже такие создаются штуки которые стоят до сих пор и создаются они конечно в то время естественно иначе я бы их не показывал то есть годы их создания они конечно все строятся там по сто лет с лишним но это вот тоже двенадцатый тринадцатый века начало четырнадцатого генрих одобрил бы шпиль ну кстати я не знаю что все так над шпилем смеются это инженерное решение потому что такие вещи приходится довольно ну то есть за этим стоит инженерное усилие потому что это же не просто хочу сделать большое да если ты просто сделаешь большое оно рухнет упадет не выдержит все это нужно рассчитать появляется новый вид расчетов действительно когда там несущими становятся не стены то есть здание стоит не на стенах а есть такие вот опорные точки на которых стоит то есть такие как ребра прочности появляется об этом представление как можно строить из-за этого теперь стены очень сильно можно сделать тоньше а раз их можно сделать тоньше то здание можно строить выше и они этим пользуются нифига это вот эти знаменитые готические шпили хрен знает куда реально по 123 метра вообще куда-то в небеса которые вспарывают там небеса да из-за раньше это было технически невозможно построить ну вот если брать конкретно такие шпили было технически невозможно построить как мы когда-то обсуждали дома в Италии ну это в Ренессансе будет это еще следующий шаг будет это будет еще сложнее ну а это для своего времени прорыв и очень большой конечно меняется язык несмотря на то что он был изнасилован конечно французским и латынью за это время но в этот момент уже говорят на среднеанглийском на middle english и если вы вот посмотрите их сравнение то middle english уже более-менее похож на то что будет потом каким мы его знаем потому что вот эти три версии языка они между собой похожи а древнеанглийский он вообще другой то есть древнеанглийский его что читают что пишут он вообще не похож на английский язык то есть это это просто язык типичный германский просто по-особенному произносится и все но это такой явно германский язык а это уже такой прилизанный французами прилизанный латынью всяческими штуками дрюками уже такой более похожий на тот английский который мы знаем все-таки считается что современный английский создаст часы еще чуть чуть позже в кентерберийских рассказах но даже миддл инглиш это уже похоже на то что знаем что с наукой просто переводили старые римские тексты ну к римским особо доступа не было тем более в англии откуда там римские тексты арабские я же говорю того же аристотеля переводили с арабского всяких ну вот постепенно это в основном из-за крестовых походов начинают арабские тексты ну и из Испании по чуть-чуть в Испании тоже идет реконкиста в Испании тоже отвоевываются арабские территории и захватываются арабские библиотеки и в основном с арабского то есть в двойном переводе да сначала с греческого или латыни на арабский потом с арабского опять на латынь ну а так что с наукой хирургия постепенно развивается начинают трупики резать появляется что интересно да вот так как многие люди приходят учиться допустим в Оксфорд но их не особо интересует теология они приходят получить образование потому что надо там в ратуши работать или где-нибудь еще им теология не так интересна и не планируют так далеко идти потому что теология это высший уровень на тот момент поэтому появляется запрос на то чтобы учиться ну чуть не доходя до таких уровней но учиться тем же вещам и поэтому например при Оксфорде по-моему впервые появляется такая штука как University College то есть давайте вы все будете приходить кому это нафиг не надо вы будете учить только то что вам нужно и появляется серия колледжей в которые пруд тоже местные и это появляется вот тогда же в те же годы когда мы сегодня обсуждаем в общем вот такой вот период я не знаю насколько это было интересно но во всяком случае мне хотелось сделать стрим даже хотя бы даже как посвящение Натальи Ивановны Басовской которая в этом году не стала она медиевист она занималась она тоже делала лекции очень много сделала для популяризации средневековья и вообще особенной истории Англии и Франции как раз поэтому хотелось что-то сделать в таком же стиле но тем не менее какие-то вещи которые находились и подумать только подумать только 12-13 век а история живая на самом деле к ней можно протянуть руку ее можно потрогать это все не какое-то событие с другой планеты это все вполне с нами это были люди вполне живые даже на нас похожи так что спасибо что приходите спасибо что посещаете стримы история она всякая бывает разная в том числе вот такая как на сегодняшнем стриме всем пока